Давай, продолжай. Я включил запись. Хорошо. Это уже часть доклада, по крайней мере чисто эмоционально. То, что школа Дебройли, собственно говоря, лошак, он ведь по своему образованию, он заканчивал сартмону, и он занимался кристаллографией. И он занимался кристаллографией, и очень неплохо знал теорию групп, и очень тонко чувствовал симметрию. Он вообще обладал таким очень тонким чутьем в жизни, и очень чуток к музыке, очень чуток к акцентам. Он очень тонко чувствовал акценты, на которых говорит человек, безошибочно определял по любому языку, по-русскому, по-английскому, откуда человек чувствовал акценты. И очень чувствовал симметрию. И это понятно, потому что законы симметрии все-таки были введены в физику именно Кюри. Он мне рассказывал, что когда он после Сорбоны, будучи молодым теоретиком, пришел к Дебройлю, это был институт Пуанкаре, то он говорит, там все занимались решением уравления Дебройля. Как он сказал, не занимался только консьерж, но консьержа в институте не было, поэтому занимались все. И Дебройль ему поручил тоже заниматься уравнением Дирека. Я говорил, что ты сказал уравнением Дебройля, а я имел в виду уравнение Дирека. Да, уравнением Дирека. Да, все решали уравнение Дирека. И он попытался переписать, сделать уравнение, применить алгебру. Он мне об этом достаточно подробно говорил, что он переписал теорию Дирека, так сказать, уравнение на алгебраическом языке. И долго-долго вычислял, и наконец получил два совсем каких-то непонятных соотношения, две связи. И как любой теоретик, который долго-долго вычисляет, а потом получает какие-то простые соотношения, он сразу интуитивно понял, что в этом есть какой-то физический смысл. Но смысл для него был непонятный. У него был связан угол с, как мы, он говорил, ротацией, на самом деле, прецессии, спиновой прецессии. Два достаточно простых соотношения. И он лет 15 показал Дебройлю, Дебройль тоже пожал плечами, не понимая, что это означает. И в конце концов он это отложил в долгий ящик. И как-то через много лет, лет через 15, уже, так сказать, будучи вполне состоявшимся физиком-теоретиком, он выступал на семинаре в честь Рене, в честь Тома Рене. И темой семинара он выбрал геометризацию физики. Вообще тема была ему близка. Есть блестящая его книжка, которую мне удалось издать на русском языке. Она называется «Геометризация физики». К сожалению, библиографическая редкость, но если, Валера, ты хочешь, то я тебе ее могу прислать. Я ее редактировал, поэтому он был редактором, поэтому у меня есть... Если можно, экземплярчик для меня. Вышли, пожалуйста, по почте, да? Да я не по почте, экземплярчик у меня нет. Электронная версия я редактировал. А, ну если и есть, тем более. Да, те, что были в экземплярчиках, я раздал. Блестящая книжка и вот там весь юмор. И мне, и мне, и мне тоже. И мне я тоже делаю заявку. Все делаем заявку. Про эту версию. Друзья, давайте договоримся так. Леонид Ирбекович пришлет мне, а я по рассылке, вот по рассылке, которую я использую, вы все включены в эту рассылку, вот, я всем разошлю эту книгу. И более того, я ее, если Леонид Ирбекович не протестует, то я ее этому саму Просвирнову дам, и он вывесит ее на сайте ленарсеплн.ру. Валерий, я лично не протестую, но я боюсь, что издатель книжки может протестовать. Он не то, что может, он просто категорически будет протестовать. Да, и чтобы у тебя не было, или у Просвирного, Саши, не было проблем с этим, с издательством, я не советую вывешивать на сайт. А, вот так, да. Договорились, но по закрытой рассылке это можно сделать, правильно? Да, по закрытой рассылке, да. Тогда вот вышли мне, а я вот всем друзьям, нашему сообществу, всем разошлись, так? Пожалуйста, книжка блестящая, она научно-популярная, но написана так хорошо, что отдельные вещи я использую в лекциях, когда читаю такие разные примеры, оттуда я использую в лекциях, которые там очень неплохо по теории групп написаны. То есть хорошая книжка написана большим популяризатором. Ну вот я как бы близок к геометризации физики. Интересно, о чем же он все-таки там пишет? Ну, геометризация физики начинается с Эйнштейна. Нет. А с кого? С греков. С греков? Да. По-плошаку с греков. Он достаточно первые две главы подробно рассматривает первое зарождение представлений, что мир должен быть устроен, опираясь на законы симметрии, именно на это. И он анализирует, почему греки. Вот. Сейчас одну. Да, я понятно нажимаю, да. Вот. Безусловно, конечно же, вам будет очень интересно прочитать эту книжку. Как правильно говорил Лошак, да, если ты много раз бывал в Венеции, все равно интересно прочесть того, кто там побывал помимо тебя. Поэтому, конечно же, вам будет интересно прочесть взгляд. И она написана с большим, вот таким, с большим талантом. Чисто писательским талантом. Отчасти ему помогала его жена, Мишун, которая детская писательница. Я эту семью очень хорошо знал. Мы дружили на протяжении, я не знаю, я в Париже бывал лет, дружили лет 15, а в Париже я бывал до его вот такой совсем болезни, когда он потерял память, вообще все. Поэтому достаточно хорошо знаю ситуацию изнутри. Ну, я сейчас не о Лошаке, но вот его теория, она такая вот легкая, изящная, построенная на симметрии, где-то угаданная, где-то, так сказать, и тем не менее, приводит к достаточно твердым выводам. И противоположность этому Харальд Штунг, последний ученик Гейзенберга, они с ним были симметричны, который подхватил эту идею лептонного магнитного монополя, и уже с помощью, опираясь на теорию квантовых полей, калибровочных полей, он ввел стандартную модель, достаточно, он ввел в лептонный сектор, расширил его на магнитную симметрию. Это потребовало введения бозонов, в общем, всей, 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 всей штуки. Опирался он тогда на наш эксперимент, и он пытался его объяснить, и тому есть три статьи, я привел их, статьи зубодробительные, говорю сразу, я очень страдал, потому что трижды редактор этого Гейзенбергского журнала, я уж не помню этого профессора, посылал мне эти статьи для рецензии, как-то, как-то, ревьюера. Я его просил, я экспериментатор, мне это тяжело, да, вот я пишу замечания, да, я, так сказать, но мне очень тяжело читать эту статью, потому что я плохо знаком с квантовой, только самые общие идеи во всех этих калибровочных полях, во всех этих симметриях, вот, Харальд исходил из идеи, что стандартную модель не надо расширять в сторону повышения симметрии, там, так сказать, увеличивать сух, а вот надо ввести магнитную симметрию в лептонный сектор, тем самым, вот, оставляя адронный сектор, так как он есть, СУ-3, СУ-2, У-1, вот, она, так сказать, достаточно полно все описывает, и отчасти я полностью с ним согласен, и поэтому, когда вот там вводят руками всякие эрзионы, то у меня внутри, конечно же, протест, протест, потому что заведением любой частицы должна следовать какая-то симметрия, и там все места заняты, поэтому вот введение каких-то сильно взаимодействий на чех частиц, ну, это, как говорится, рукотворство, я так считаю, вот, для этого должны быть очень важные основания, и как-то, когда я первый раз поехал, он меня пригласил для того, чтобы задавать какие-то вопросы, мы оба с ним очень переживали, очень переживали, потому что не очень понимали, как мы с ним будем разговаривать, он теоретик, я экспериментатор, и как-то разговор вначале очень шел тяжело, 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 потом он мне сказал, говорит, вы знаете, профессора Русскоя, у меня был ученик Макс Борн, это однофамилец, и вы знаете, говорит, мы с ним так хорошо работали, вот, решали гипертутативное уравнение Виазенберга, вот, все так было хорошо, а потом он ушел в религию, я говорю, вы знаете, профессор Штуц, это, говорю, в общем, религия дала столько хороших ученых, что если один хороший ученый ушел в религию, то это справедливо, он рассмеялся, и вот с этого момента у нас пошел нормальный диалог, он понял, что с русскими можно разговаривать, что у них есть чувство юмора, вот, но это никак не повлияло на мое понимание его теории, хотя он ее излагал достаточно хорошо, мы оба мучились с этим английским, а жена мадам штумф, простите, не мадам, а фрау штумф, она преподавательна английского языка, блестяще знала английский, но когда она пыталась с его немецкого переводить на английский, то мы переставали понимать оба, потому что у нее английский блестящий, поэтому нам гораздо проще было разговаривать на нашем, моем English, Russian English и его German English. Ну, какие-то такие воспоминания, он был удивительный человек, он уже последнюю статью писал, он практически ничего не видел, и ну, какая-то переписка, он мне говорил, вы пишите, пожалуйста, мне только вот в парне, тогда я могу на полный экран эти буквы, то есть он писал свою статью фактически по фактически слепым, то есть вот он все эти сложные формулы, доказательства, теоремы, он придумал свою алгебру там, которая занимает примерно половину текста, объема его статьи, то есть очень серьезный математик, вот школа Гейзенберга, она вот такая математическая, школа Дебруэля, она очень физическая, изящная, вот такое у меня сложилось впечатление вот общения и с кем, и с другим, Одинной тоже интересный вопрос, первый свой приезд, я его спросил, Харальд, а почему-то вы поверили в результаты эксперимента, они так необычны, он говорит, знаете, это очень просто, я внимательно прочитал вашу статью, столько ошибок в одном эксперименте сделать нельзя, а придумать это тоже нельзя, значит, это правда, такая логика. своеобразно, да, своеобразно, да, такая у него была логика. Это, Лёна, в каком году это было? Сейчас я вспомню, наверное, это было, мне уже сложно вспомнить, может быть. До 2000 года было? Нет, после, после, нет, до 2000, так сказать, до 98 года я был правоверным физиком, я в этот эксперимент влип в 98, а до 98 года я не воспринимал никакого флейшмана, никакого фонса, вообще считал все это ошибкой. Наверное, это где-то 10 год, вот так, он еще, первый раз встретились, он еще ходил, вот этой женой они ходили с этими палками, он поселил в институтскую Тюбинген, Тюбинген это было, мы с ним вечером ходили гулять, говорили о течении. Тебя уже тогда из Курчатовского попросили в этот момент нет, 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 я уже не был в Курчатском, меня, знаешь, самое смешное, что меня не попросили, поскольку я был там герой, лауреат, так далее, так далее, поступили по-другому, несколько более, они забили пропуска всем моим сотрудникам, оставив только пропуск мне и Филиппову. Меня как-то уволить нельзя было, вот, поэтому всех остальных уволили, но забили просто пропуск и все, но это уже когда Ковальчук пришел к власти, Евгений Павлович себе такого не позволял. Леонид, Леонид, привет, вы папу не знали? Пап, там такой двухцилиндровый, они там гели добавляли, вот, свой двигатель, там, так сказать, пап, 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 не слышали, да? Нет. Ну, вот, такие у меня воспоминания об этих двух очень ярких, так сказать, физиках, которые оказали большое влияние на мое мировоззрение. Ну, есть, Леонид, спасибо, но ты тут очень много интересного уже рассказал, сделай 10-минутный перерыв, через 10 минут начнем, так? Все, окей. Спасибо. Друзья, значит, вот, кто уже вошел, начнем где-то через 12 минут, сейчас 15.50, через 12 минут начнем, но запись уже идет, поэтому все, кто, все, кто там что-то будут переговариваться, имейте в виду, что это будет все в записи, поэтому, ну, так сказать, учитывайте это, пожалуйста. Валера, привет! Геннадий, привет, привет, я вижу, что ты вошел. Папу не слышал? Папа, папа, двигатели делали. Нет, я твой вопрос видел, слышал, нет, я его не знал. И почему-то он в ней почему-то ночевал в этой лаборатории и утром он не проснулся, там, в общем, задохнулся. Это официальная версия, а на самом деле я не знаю, может быть, он жив, а просто говорили, что у него много долгов, много инвесторов, он забрал эти деньги и исчез. Вот есть такая тоже версия. Значит, интересно, что его окружение, я был, это огромная лаборатория и при ней недалеко был завод, где он начинал выпуск. Что я знаю, то это событие трагическое произошло после того, как он с помощью своего БТГ-генератора размером 70 см, 40 см, на 40, вот такой ящичек, он от этого ящика, который ни к чему не был подключен, он зарядил Тесла 2 автомобиль в течение 13 часов. И после этого, как он это продемонстрировал, через 2 недели он погиб. оттуда, спасибо за ответ, но как бы нам уже пора прерываться в свободном обсуждении и начинать, начинать нашу стандартный вебинар. Спасибо, было два очень интересных выступления у Рудскорева и вот Шипова, и они оба частично, по крайней мере, записаны. Спасибо. Друзья, я включил видео, прошу всех, кроме Зателепина и Рудскорева, всех отключить звук, всех отключить звук. Вот, колтовой вот, я не знаю, ну, я сейчас могу Самсоненко, вот Самсоненко, Лёнь, Самсоненко у нас участвует, он тут редкий гость, а на тебя он очень приятно пришел, он пришел. Так, значит, звук мы всем отключили, ну, вот Саша Пархомов еще не отключил, пожалуйста, отключи. Друзья, сегодня, 23 марта 2022 года, московское время, 16 часов 3 минуты, и мы начинаем наш очередной вебинар Климова-Зателепина, сегодня у нас доклад Леонида Ербековича Уруцкоева, еще раз о коллективном механизме протекания Леонард. Ну, Леонид Ербекович не нуждается, в общем-то, в представлении, его тут все очень хорошо знают, но пару, и очень любят, но пару слов я все-таки скажу. Например, я все-таки посмотрел, Леонид, в этом, в Википедии, кто такой Леонид Уруцкоев, и там сообщили, что ты, значит, 42 года защитил докторскую диссертацию. Это хороший результат, я бы так сказал. Это очень хороший результат, потому что, ну, мы, вот, Леонид Ербековичем, он на 5 лет меня моложе, заканчивали одно и то же заведение, я хорошо знаю, и самое интересное, что даже один и тот же факультет заканчивали, это Московский физико-технический институт, факультет молекулярной и химической физики. Много моих друзей уходило в Курчатник, куда и ты пошел, и я хорошо понимаю, что защититься быстро, там, докторскую, я имею в виду, защитить, это дорогого стоит, не знаю, как тебе это удалось, может быть, когда-нибудь расскажешь. Теперь вот, собственно, о докладе, тоже два слова хочу сказать. Ну, этот доклад, по-видимому, первые какие-то его экземпляры возникли, и там где-то публикация, я ее читал в 2002 года, а, наверное, было сделано даже в 2001 году, но там есть еще публикация такая знатная в Уфеене в 2004 году, сегодня, конечно, определенное развитие будет, прошло уже 20 лет, вот, по сравнению с Уфееном, по крайней мере, я уверен, но, тем не менее, вот, чтобы все представляли, что речь пойдет о событии, которые, вот, было в свое время, ну, вот так, в общем-то, достаточно тепло принято в российской научной общественности, но потом по ряду причин было задвинуто на задворке. Ну, и еще одну вещь я хотел бы сказать об этом докладе. Тут будет несколько раз, несколько раз будет упоминаться термин феноменологическая теория. Вот, я честно скажу, я с этим термином познакомился сравнительно недавно, лет 10 назад всего. Его широко применяют, например, Шипов, широко применяют Губарев, ну, и вот Леонид Уруцкоев его применяет. Может быть, не все знают, и пару слов скажу, вот, очень коротко, что, вот, феноменология, это родилась она, это, это ведь философский термин, он родился в начале 20 века, когда, вот, новые теории посыпались, как из рога изобилия, и я так думаю, что именно это подстегнуло то, что, вот, необходимо как-то разобраться, а что ж такое физическое теории. Вот возник вот такой термин. Это направление является, является идеалистическим, не материалистическим, оно связывает понимание с субъектом, вот, с человеком. Но мы философскую сторону не будем обсуждать, а вот в научном плане феноменологической теории считается теория, которая, ну, как бы не фундаментальная, она, в общем-то, не объясняет, как будто бы, а просто связывает факты и предсказывает результаты. вот так к этому относятся сейчас упрощенно, относятся в физической науке. Может быть, там кто-то не согласится с таким, с таким пояснением, но, тем не менее, вот, Леонид Ирбекович, он, вот эту свою теорию относит к феноменологической, то есть, которая не объясняет, а чего-то там предсказывает, и, наверное, неплохо, в общем-то, предсказывает. И вот это мы, собственно, и послушаем, как он это собирается делать. Итак, Леонид Ирбекович, слово тебе, пожалуйста. Спасибо. Уже экран твой мы видим. Да, спасибо. Ну, прежде всего, я хотел бы всех поприветствовать. Добрый вечер, дорогие, уважаемые коллеги. Очень отрадно видеть, что в это непростое время все-таки интерес к науке существует. Может быть, это некая наша попытка спрятаться от текущих событий, но, тем не менее, наше дело заниматься наукой, мы должны этим заниматься. Значит, прежде чем приступить к докладу, я все-таки хочу сразу Валерию Николаевичу Зателепину немножечко внести ясность с термином «финемонология». Значит, первое упоминание относится к Эйнштейну, когда он написал статью, одна из трех статей, которая была опубликована в одном журнале, это была одна статья про теорию относительности, вторая про фотоэффект и третья статья была про дрейф-частиц смолуховского. Про диффузию. Про диффузию. Про диффузию, да. Он, когда написал статью про фотоэффект, и по сути дела, он от волновой теории света перешел к квантам, которые за пять лет до этого были предсказаны плантом, то есть, дабы введена была планка. И чтобы не попасть под огонь критики, он назвал свою статью феноменологическое объяснение фотоэффекта. Но это его не спасло. Его, так сказать, он тут же попал под огонь критики, и его критиковали очень долго, но в конце концов Нобелевскую премию, как вы знаете, он получил именно за объяснение фотоэффекта, а не за теорию относительности. Но это историческая справка, то есть, слово феноменология, я согласен, что это то, что и формально описывает, ну и некое такое прикрытие для того, чтобы не говорить о коллективных ядерных взаимодействиях. И тем не менее, давайте я начну свой доклад. Мотивы, побудившие меня взяться, вот Валерий Николаевич очень настойчиво просил меня выступить на семинаре, рассказать о тех работах, которыми мы сейчас занимаемся по электроразрыву. Я всячески отнекивался, понимая, что они вот этой аудитории будут не очень интересно. Это интересно было бы там Толе Климову, ну кто-то из тех, кто занимается такой, занимался или занимается классической физикой плазмы, у кого школа. Ну зачем вам слышать про там форму линии Гауссова она или не Гауссова, вот, или Доплеровский профиль или Гауссов. Это тонкости, которые интересны только специалисты физики плазмы, а здесь их, я так понимаю, не очень много. То, что было интересно для исследователей Леннер, я попросил сделать доклад по биологии, доклад Евгения Пряхина, и я надеюсь, что он вам понравился. Женя выступает всегда очень хорошо. Вот, и поэтому я решил все-таки сделать доклад по вот именно Леннер, ну и по гудительным мотивам для меня явилось следующее. Есть такая группа, есть внутренняя такая рассылка, называется CMNS, это ну Condention, я же не помню, как это расшифровывается, туда входит достаточно много людей, в основном западных, из наших туда входит ну не так много людей, но Толя Клинов наверняка входит, я не знаю, кто еще есть присутствующий, там вдруг появилась ссылка на статью, саму статью к сожалению не видел, но я как-то отреагировал на следующее, они дошли до мысли, что все-таки это и Fusion, и Fusion одновременно, не может ли быть этот тип реакции и синтезом и делением одновременно, и это уже правильно, это совершенно уже правильная мысль, вот они дошли до нее там в течение 30 лет исследований, ну что называется очень поздно, чем никогда. С другой стороны, побудительным мотивом для меня вот явилась, я так бегло, правда, ознакомился с Софией Александра Пархомова, он, ну так, по-своему, по-сермяжному, так сказать, идет к той же, так сказать, мысли, и для того, чтобы ознакомить вот участников семинара с тем кругом работ и с тем кругом теорий, которые существуют вот в этой области, то я решил выступить на этом семинаре. Плюс к этому все-таки как-то возник сейчас интерес к странному излучению, здесь, я считаю, надо очень выделить работу Володи Чижова, это очень важный шаг, да, это еще не счетчик Гейгера, то, что он сделал с камерой Вильсона в магнитном поле, но это уже такое первое, так сказать, очень важное свидетельство о том, что мы все-таки имеем дело с проникающим из лучей. Это предстоит еще от мы осмыслить, это нужно, чтобы воспроизвалось в других лабораториях, но, по-моему, в одной воспроизвелось, по крайней мере, вот из того замечательного обзора, который делал Анатолий Климов, было видно, что скандинавская команда, страшно труднопроизносимые фамилии, но они тоже в камере Вильсона получили очень необычные треки, которые вызвали у них бурю восторга. То есть, потихонечку, вот, если 20 лет назад никто не обращал внимания, считали, что это царапин, еще что-то, то сейчас более-менее интересы следователей в этом направлении проявляются. Поэтому я решил рассказать последовательно, как это происходило, с тем, чтобы познакомить в основном с теориями, с тем, чтобы не делали, не изобретали велосипед. Я бы так сказал, чтобы не было изобретений велосипеда. Соавтор здесь Дмитрий Витальевич Филиппов, профессор. И вот ферменологической моделью занимался он. И это блестящий ученый, очень квалифицированный теоретик. И здесь заслуга принадлежит ферменологической модели, как все расчеты производил. Итак, давайте я план доклада. Я не знаю, видно? Видно, видно. Значит, первая часть все-таки подытожим, что же мы сегодня знаем о Леннер. Дальше будет методическая часть, которая будет очень важная, чтобы понять, как построена модель. Мы должны уточнить, первая мысль будет о том, что ядро и электронная оболочка это две составляющих одной системы под названием атом. И та область, в которой мы работаем, она находится на стыке ядерной физики, физики плазмы, физики твердого тела и, как выясняется, еще и физики элементарных частиц. И вот здесь все составляющие может быть со своим весом, но они все очень важны, нельзя пренебречь. В этом же констексте следующий вопрос это обсуждение необходимого и достаточного условия стабильности ядер на изобарах. И оно будет сформулировано как минимум масса атома. После этого мы уже можем понять, какие же идеи, какой подход заложим в феноменологическую модель. и если останется время, то я дам краткий обзор теории магнитного монополя. Хочу сразу подчеркнуть небезызвестный светоч отечественной науки Кругляков Эдуард Палч он меня упрекал в том, как он так называл открыватель магнитного монополя. Я вам сразу хочу сказать, что я не считаю себя открывателем магнитного монополя. Я считаю, что он совершенно не открыт. И в первой статье 2000 года была высказана гипотеза. Мы наблюдали это излучение, которое тогда уже называли странным. И было понятно, что что-то имеющее некий заряд. И большее из того, что я знал в теории, это было больше всего похоже на магнитный монополи. Мы написали в статье, что в качестве гипотезы прошло уже 20 с лишним лет, и все равно это пока остается гипотезой. Нет никаких данных, чтобы говорить, что магнитный монополь существует. Более того, если в конце концов вот это излучение выяснится, что это имеет отношение к магнитному монополию, то уже можно сейчас сказать, что это будет магнитный монополь, который не имеет ничего общего с тем, как его представляют себе теоретики, некий такой кусочек, такая сингулярность, от которой расположены линии индукции магнитного поля, это совершенно неправильное представление. Но, тем не менее, я постараюсь вас в этом убедить. Давайте двинемся дальше. Вот первый слайд, он всем вам известен, и он я поставил не для того, чтобы его зачитывать, я хотел этим сказать, что 896 год открытии радиоактивности, 19-й год первая ядерная реакция, уже тогда достаточно быстро было установлено, что период радиоактивного распада не зависит от внешних условий, температуры, внешних условий, и это как бы закрепилось. Для чего этот слайд привез? Чтобы сказать, что ядерная физика относительно молодая наука всего 100 лет. Мы с вами хорошо знаем, что теория механики Ньютоновская господствовала 300 лет, и только потом появилась квантовая механика, которая абсолютно никак не претендовала на неправильность теории Ньютона. Я думаю, что это вполне естественный путь развития, и я уверен, что ядерная физика тоже не закончена, и будет развитие, в том числе вот эти реакции, Леннер, они должны войти, конечно же, в учебники ядерной физики, но это будет позже. и я вот внизу опустил, привел некие статьи, ссылки на статьи, потому что в 20-х годах было обнаружено, что при пускании тока регистрируется появление новых химических элементов. Это было сделано, тогда были возможны только спектральные измерения, и вот достаточно публикаций, которые я привел, значит, я их взял не из головы, когда-то давным-давно в очередное энд-летие открытия радиоактивности была конференция в радиоинституте, тогда еще в Ленинграде, это было, по-моему, советское время, и там был доклад, я уже фамилию не помню, польского профессора, который назывался псевдооткрытие в ядерной физике. И вот там он привел эти результаты, краткий обзор каждой из этих публикаций в качестве примера псевдооткрытий. Когда вы убедились в том, что действительно при электрозыре происходят некоторые ядерные превращения, то я вспомнил об этом докладе, слава богу, материалы были опубликованы, я поднял и вот даю ссылки на эти статьи. То есть не то, чтобы я занимался историей науки, просто так случайно вышло. Теперь давайте к нашим уже к теме доклада. Итак, то, что принято называть холодным синтезом, этот термин до сих пор режет ухо, но тем не менее его принципиально не убирает. Как вы все помните, это началось в 89-м году со знаменитой пресс-конференции флешмана Японса, которая вызвала бурю в научном мире. Мы в то время работали в Чернополе, даже туда нам рассказали, что там в банке из квадмайонеза с тяжелой воде на палладиуме, при электролизе на палладиуме наблюдается ядерный синтез. Я помню свою первую реакцию, что она была очень сдержанной, потому что в Курчатском институте я работал в отделе физики плазмы, мы занимались именно инерциальным ядерным синтезом, я помню, какие установки мы строили и каких трудов это все стоило, поэтому, что это можно провести, было большое сомнение. и было бы все ничего. Это интересная работа, которая была потом опубликована уже в научном журнале, но Флэшман, на мой взгляд, допустил совершенно ужасную ошибку. Он рассказал о результате, который получен был буквально вчера, не повторив, не добившись воспроизводительства. Это противоречит вообще говоря, самому понятия наука, потому что наука занимается принципиально воспроизводимыми явлениями. Невоспроизводимыми явлениями наука не занимается. Никто не будет отрицать, что не существует. Образование Вселенной невоспроизводимое явление. Факт рождения каждого из нас тоже невоспроизводимое явление, но мы же не будем утверждать, что мы не существуем. Поэтому наука занимается достаточно узким классом явлений, которые воспроизводили. достаточно быстро, уже в 90-92 годах в Уфеене было опубликовано два замечательных, очень объективных и квалифицированных обзора Царева. Очень хороший физик, очень жалко, что он так рано ушел из жизни, в которых просто были прианализированы многочисленные попытки повторения, уже было установлено. Что да, явление плохо воспроизводимо. Да, наблюдается, кто-то регистрирует нейтроны, кто-то регистрирует третий, но все это на 5-6 порядка меньше того, что требуется для объяснения энерговклада, выделяющиеся энергии. Можно там очень долго спорить о том, у кого какой калориметр, что можно наблюдать у западных коллег, долго спорить о калибровках, но важно одно, важно, что это не классический симплаз. Хотя к моему глубокому удивлению дискуссии по этому поводу продолжались по-моему лет 20 сторонниками вот именно холодного ситуация изменилась на мой взгляд после появления работ Фиорентини, Араты и конечно же Росси, которые использовали новодороженные металлы. Если раньше как-то это было завуалировано, все считали, что металл служит только как некая ловушка для дейтерия, на самом деле энергетический эффект дает именно синтез, такое туннелирование одного дейтона другой, то когда появились работы Росси, то стало ясно, что на самом деле не обязательно это должен быть дейтерий, то есть есть ряд металлов, при которых наблюдается большой положительный выход тепла, скажу так осторожно, с дейтерием, а есть металлы, в которых наблюдается положительный выход с водородом, но уж тут было нельзя сказать, что это синтез водород плюс водород. Тем не менее, какие же факты были установлены. Наблюдается аномальное выделение тепла, происхождение которого сложно объяснить химическими реакциями. Безусловно, это факт, но это не дает никакого ответа на вопрос о самом физическом механизме наблюдаемого явления. Это, я бы сказал, больше такое инженерное измерение, которое указывает на то, что что-то не так, и оно на мой взгляд не может быть ни при каком расплате строгим доказательством того, что наблюдается ядерная реакция. Для того, чтобы наблюдать ядерные реакции, нужно указать материнские ядра и дочерние ядра. По материнским ядрам было бы безусловным доказательством того, что происходит какие-то ядерные реакции, наличие изотопного искажения. И дальше в уравнении должны следовать дочерние ядра. Вот тогда это стопроцентное, на мой взгляд, доказательство того, что мы им делаем именно с ядерными процессами. Третий момент, который действительно очень важный во всем этом процессе, что не наблюдается остаточной радиоактивности, по крайней мере, в привычном для нас смысле той радиоактивности, к которой мы привыкли. То есть все дочерние ядра стабильности. Собственно говоря, вот эти три факта я и буду эксплуатировать дальше. То есть с ними все согласны. Они наблюдаются за исключением второго, они наблюдаются в очень многих работах, собственно говоря. И мы будем на них опираться. они немногочисленные, но достаточно надежные. Какую идеологию принято подкладывать на сегодняшний день под эти не очень понятные класс ядерных реакций? Ну, может быть, я здесь субъективен, может быть, не все знаю, но мне кажется, что так или иначе основной идеей является меонной катальц. И он лежит в основе холодного синтеза. Что такое меонный катальц? Напомню, что меонный катальц это когда у вас в молекуле, подчеркну, в молекуле дейтерия третия один из электронов заменяется на меон, который в 2007 раз тяжелее, соответственно, орбита лежит глубоко. Если идианизовать эту молекулу, то остается один электрон, который должен выполнять все функции, ядра двигаются, придвигаются друг к другу и, возможно, туннелирование. Вообще говоря, механизм туннелирования был еще придуман гаммом. Это было в тот момент, когда исследовались альфа-распад тяжелых элементов из разницы масс ядер выходило, что альфа-частицы должны были бы иметь энергию порядка двухсот. А измерения показывали, что энергии вылетающих альфа-частиц в районе одного-двух метров. И это было с точки зрения классической совершенно непонятно. И Гаммов придумал теорию о том, что происходит квантовое туннелирование, то есть теория существенно квантовая. Какой основной элемент в этой теории, на чем собственно говоря все основанные все надежды на том, что можно объяснить холодный синтез. На том, что энергия, то есть высота потенциального барьера входит как корень из Е, а пределы интегрирования как ДХ. Поэтому в этом смысле частица гораздо будет обладать большим коэффициентом диффузии, если у вас барьер высокий, но узкий, нежели чем когда он не очень высокий, но широкий. Именно на этом связана и с этим связана идея экранирования, идея сближения. При этом нужно помнить, что мионный каталис это все-таки каталитическое. То есть один мион успевает что-то не так пошло у нас. Игорь, все в порядке, это подключился Булуженков, а телефон микрофон не выключил. Все да. Не волнуйся. Да, Игорь, я тебя приветствую. Вот, что все-таки мионный каталис. Это каталис. То есть этот мион успевает пройти, я уже не помню, но по-моему, чуть ли не тысячу посетить или сто молекул, обеспечив слияние ядер. В простом, и все равно это экономически энергетически невыгодно по одной простой причине, что производство миона требует очень больших затрат, а живет он порядка 10-6 секунд. Всякая попытка использовать эту идею без катализа, а просто два ядра, на мой взгляд, не имеет большого, это будет единичный, это будет мало событий, там не будет никакого макроскопического эффекта. но это мой взгляд, может быть, он кто-то меня убедит, что это не так. Следующее, что я хотел бы, это все-таки перейти к ядерной физике и тот факт, что при этих низкоэнергетических реакциях мы не видим таких сильных ядерных взаимодействий, которые бы приводили к серьезному замущению ядер, то есть возникновению возбуждения ядерных уровней, говорит о том, что, скорее всего, все-таки это слабые ядерные взаимодействия. Мы к этому вопросу вернемся позже, а просто я хотел бы здесь этими слайдами подчеркнуть, что слабые ядерные взаимодействия, они уже тесно их вероятность и тесно связаны с оболочкой. Это будет одна из таких важных мыслей, которые я буду по крайней мере половину доклада эксплуатировать. Еще раз сформулирую мысль, что ядро плюс электронная оболочка это две части одной системы под названием существует в таблице Менделеева масса ядер, для которых электронная оболочка никак не влияет, точнее влияет, но очень слабо. Но это не всегда так. Я вам привожу примеры. Первая работа Сегре 1949 года идея состояла в следующем, что если у вас есть бериллий в седьмой, то он распадается, претерпевает переход в литий седьмой за пятьдесят три дня путем газохвата. То есть он захватывает электрон с орбиты. Таким образом, если мы возьмем и полностью ионизуем бериллий, мысленно, мысленно, то тогда он должен быть стабильным. Собственно говоря, Сегре эту идею и проэксплуатировал. Но удержать ядро бериллия без электронной оболочки тяжело, поэтому они придумали достаточно хитрый ход. Они замерили период полураспада бериллия в металлическом состоянии, период полураспада бериллия того же седьмого, но в соединении с кислородом в надежде на то, что электрон проводит некоторое время у кислорода. и софтором два. Все это было рассчитано, и они шли на этот эксперимент с открытыми глазами, и он удался, он удался, эффект был небольшой, но он был, это очень красивый эксперимент, я его даже по крайней мере студенту Фистеха рассказываю, как он красиво был проведен, они зафиксировали, что да, эффект есть. Дальше эти работы посыпались как из рока изобилия. Бенбридж в 51-м году опубликовал статью, в которой они наблюдали изменение периода изомерного технеца, то есть ядро которого было возбуждено, находилось в изомерном состоянии, но ядро чистого, атом чистого технеца и атом технеца в химическом соединении добавил немножко другой период полураспада этого изомерного состояния. Да, эффект был небольшой, как вы видите, 0,03, но с другой стороны, точность была достаточно высокий, на порядок ниже эффект защиты. Далее я хотел бы сказать несколько слов об бета-распаде. Вообще говоря, я, безусловно, уверен, что я здесь ничего особенно не нового не скажу. Скажу только, что хочу обратить ваше внимание, что теория фактически исчерпывающая теория бета-распада была сделана Ферми в одной единственной статье. И уже потом, когда было открыто несохранение четности, то уже такие более современные теории, которые учитывали сохранение комбинированной четности, были, так сказать, разработаны после опыта Адам Вух. Но вот в такой практической части расчета периода они ничего не изменили. Поэтому те, кто хотят знакомиться с теорией бета-распада, достаточно прочитать статью Энрика Ферми, и это есть практически полное изложение теории. Значит, почему я вернулся бета-распад, он нам будет нужен потом. Он нам будет нужен потом. Я вот здесь привожу, что здесь важно. Вот я беру распад свободного нейтрона, он распадается на протон, электрон и антинейтрин. Имеет вот такой вот спектр. Вот такой вот спектр. Чем связан этот спектр? Да, вот есть нейтрон тяжелее протона на 282 кВ, и это энергия. Энергия связи, можно ее так условно назвать, энергия связи, она будет разыгрываться между электроном и антинейтрином. Поэтому есть спектр, потому что как сложится судьба каждого отдельного процесса, непонятно. В сумме их энергия будет вот такая, а кто сколько унесет, обычно импульсом ядроотдачи, или в данном случае протона, пренебрегает, это вот будет такая разыграя. Что здесь важно понять? Что это чисто квантовый процесс, и вот в этой самой, даже своей первой, по-моему, единственной статье, посвященной бета-распаду, Ферми уже ввел, вывел формулу, золотое правило Ферми, и показал, что вероятность бета-распада зависит от двух параметров, в основном. Это от граничной энергии бета-распада вот на этом графике, который называется графиком Кюри, Ферми, это не тот Кюри, о котором вы думаете, это американский, это другой, Кюри, ну вот график принято называть его именем. Граничная, как фотоэффект здесь, есть граничная бета-распада, ясно, что когда у нейтрина уносят мало, то вся энергия будет у электрона, и наоборот, когда у электрона мало энергии, то всю энергию будет уносить нейтрина. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы потом рассмотреть связанный бета-распад, важно, что спектр имеет непрерывный вид, некое распределение, которое дается теории Ферми, и вероятность будет зависеть от двух, от граничной энергии, от величины граничной энергии, чем, как во всей ядерной физике, чем больше энергии выделяется, тем вероятность процесса. Но есть еще один фактор, это объем незанятых состояния, фазовый объем, куда должен происходить распад. Я сейчас поясню, что это означает. Если бы задачка была чисто классическая, то, конечно, и электрон, и нитрина могли бы иметь произвольную энергию. Но мы имеем дело с квантовым процессом, а значит у нас есть постоянная планка. То есть есть минимальный объем незанятого фазового состояния. Если бы я это нарисовал в фазовом пространстве, то я получил бы сферу. Сферу, да, этих состояний много, но их конечное число. Это очень важно понимать, что эти состояния, они счетны. можно посчитать фазовый объем. Двинемся дальше. Уже где-то в 61-60-х годах в связи такой был известный теоретик Бахал астрофизик. И в связи с всякими звездными и дефицитом солнечных нитрина была такая разработана теория. Называется теория бета-распадов связанная с состоянием. По-русски она как-то звучит не очень, но вот bound state of beta-bk по-английски лучше. Что здесь подразумевается? Здесь подразумевается следующее, что на самом деле если у нас ядро распадается в атоме, а при распаде ядра в это распаде всегда образуются ион, потому что Z меняется и у вас нейтрон превращается в протон и ядро приобретает лишний заряд. И в этот момент атом становится ионом. Это тоже такой момент, который почему-то не все осознают. Бахал поставил следующий вопрос. хорошо, а если мы ионизуем атом, то что произойдет? Произойдет следующее, мы не меняем границы, сильно не меняем границы бета-распада, немножечко меняем за счет энергии электронной оболочки, но самое важное, что мы заметно меняем фазовый объем незанятых состояний, потому что когда у вас есть ядро, оно не окруженное электроном, то значит у вас появляются дополнительные базовые состояния, где может находиться электрон. То есть происходит следующий процесс. В ионе электрон рождается на оболочке. То есть не надо думать, что он родился в ядре, а потом вылетел и сел на оболочку. Нет, он прямо рождается на оболочке. Вот это называется в это распад связанное состояние. На первый взгляд кажется, что это экзотика. Нет, не экзотика. И я здесь привожу данные. Если мы будем считать распад третьего, ион Келия третьего, повторяю, возьмем за некое за L нулевой этот период, а дальше мы будем смотреть, третий распадается в атом, то есть электрон рождается на орбите в виде дельта лямбль 0,62, а если мы возьмем ион третия, то есть тритон, который будет распадаться естественно в ион гелия третьего, то это уже единичка, то есть это сопоставит. Вот это измерено, это экспериментальные результаты, и есть вот прекрасный обзор УПН АКУ Мамырина, которые эти занимались, и показали, что это реальный физический эффект. Нам же надо будет одно для правильного построения понятия, как построен феномологический момент, давайте рассмотрим, что у нас нейтрон распадается не как было в предыдущем случае на протоны и антинетрина, а распадается сразу в атом водорода и антинетрина. То есть у нас получается из нейтрона водород и антинетрина. Этот процесс имеет такую вероятность, и эта вероятность не экспериментальная, это теоретический расчет. Но нам не важно, мы не будем этим пользоваться. Он у нас тоже будет входить в качестве некого приема построения модели. Нам тогда, как мы увидим, очень легко будет считать. Но такой процесс представить можно. и для нас очень важно, что здесь спектр антинетрина будет моноэнергетичным. Ясно, что когда электрон займет свою орбиту, он будет немножко меньше массы, на 13,6 электроновольтах, если сядет на к-орбиту. Но это не важно на уровне к-нам отсюда нужно запомнить, что такой процесс теоретически возможен. Здесь я просто привел, мы сейчас возились в таких вероятностях 10-4, этот эффект распада связанное состояние очень сильно зависит от номера заряда химического элемента. И вот для диспрозия это уже очень большие величины, а вот максимальный эффект был достигнут командой Боша. Это тоже Боша, это 92-й год, это 96-й год. Диспрозия там, по-моему, вообще стабилен в своем исходном состоянии, то есть нейтральный атом. Вот он переходит Гольми с периодами, если полностью его и не давать, периодом 47 дней. Для Ренни 187-го это очень интересно. Ренни вообще говоря, в таблице Менделеева является природно бета-распадчиком и у него 2,6 граница, он чемпион в таблице Менделеева нет, другого химического естественного бета-распадчика который имел бы меньшую границу бета-распада чем 2 кэта. То есть эта граница распада намного меньше, чем энергия электронной оболочки практически любого. Для к оболочки для 75 кэта я думаю, что она уже будет где-то энергия порядка 70 кэта. А вот бета-распад видите, граница 2,6, и 6, значит вот полный ионизация привела к тому, что период увеличился на 10 лет. Что это показывает? Это показывает, что вообще говоря, электронные оболочки для некоторых химических элементов и ядро связаны очень сильно и нельзя выкидывать, пренебрегать влиянием электронной оболочки на ядра. идею будем таскать. Здесь я как бы подвожу итог. Наличие ядерных превращений, отсутствие остаточной радиоактивности и некое странное излучение. я как бы подвожу хотя может быть этот слайд надо было выбрать. Ну теперь будем рассуждать, как же все-таки можно себе представить протекание вот этих низкоэнергетических процессов. Первое, что вызывает отторжение. Как преодолевается кулоновский барьер? И ответа на этот вопрос нет. если мы его не вынесем за скобки сейчас рассмотрения, то мы дальше не тронемся. Поэтому давайте сейчас уберем это противоречие и посмотрим. Мы сейчас не сможем ничего сказать по этому поводу. Дайте посмотрим. Хорошо. Допустим, каким-то чудом он преодолевается. Остаются какие-то противоречия. Да, остаются. Если происходит захват протона, то должна быть остаточная радиоактивность, потому что энергия связи средняя по таблице Меделеева это 6-8 мэр нуклона. Поэтому, конечно, должно было бы ядро выгудиться, если бы такой простой эффект был, как протонный захват или нейтронный захват. конечно, ядро будет возбуждаться. Энергия связи нуклона это 6-мэр нуклона. Удельная энергия связи нуклона. Ясно, что мы этого не наблюдаем. Поэтому, какой же выход? Давайте попробуем сделать следующее. Давайте посмотрим и рассмотреть. Что-то у меня здесь как-то все перепуталось. Значит, что-то как-то сбой произошел, видимо, не тот свой стайл. Ну, хорошо, я словами скажу. Вы знаете, наибольшее впечатление на меня произвели не наши собственные работы, а работа Росси. Вот там величина изотопного искажения очень велика. Но, к сожалению, очень мало данных. Во-первых, нет данных по дочерним ядрам, практически никаких, что за атомы получились. И нет твердой уверенности в том, что вот тот анализ, который делал Леви исходного состояния, что он корректнее, потому что, насколько я читал в отчете, Росси сам дал им с какого-то места микрочастичку, которая должна свидетельствовать об исходном составе, то есть должны были знать материнские ядра. Ясно, что он мог уже примерно понимая что-то скрыть. Но, тем не менее, в отличие от большинства здесь присутствующих, я доверяю измерениям Леви и в этом смысле Росси по одной простой причине, что когда они измеряли лазерным масс-спектрометром и ICP-горелкой, измерения совершенно немножечко разные. Если у вас лазерный масс-спектрометр, то вы стреляете, вы видите только поверхностную часть, то есть вы получаете информацию только о поверхности, а если вы делаете ICP-анализ с помощью ICP-горелкой, то вы получаете вы растворяете частицы, у вас есть некая средняя по всему объему частицы. Из наших измерений следовало, что этот объем изотопного искажения действительно носит поверхностный характер. Снаружи частицы изотопное искажение сильно, а в глубине частицы его может и вообще не быть. Именно это показали результаты проверки порошка нано-порошка Росси, что масс-спектрометр лазерный давал очень высокие изотопные искажения, а масс-спектрометр ICP-шный давал гораздо меньшее. В то время как исходное состояние в пределах разумной ошибки и тот и другой тип масс-спектрома давал совершенно одинаковый изотопный невозможно на мой взгляд. Это проще уже получить. Поэтому исходя из этого факта, я верю, что Росси действительно научился запускать низкоэнергетическую ядерную реакцию. другое дело, что я абсолютно не согласен. Такой итальянский тест изобретатель, который боится, что его продукт, который хочет заработать денег, это недостоинно ученого. Ученый должен честно фиксировать то, что наблюдает. И это задача ученого. Но это вопрос не следует здесь обсуждения. Итак, собственно говоря, что было. Поэтому я буду основываться на своем эксперименте. И когда мы опубликовали первые результаты, на счетчике было уже около 500 опытов. То есть это не есть результат какого-то одного опыта, а это есть выбор результатов. Мы достаточно хорошо, очень тщательно, команда работала большая, человек 30, очень тщательно проверяли исходное состояние, конечное состояние. результат следующий, что после того, как титановая фольга взрывалась в воде, то изотопное соотношение титана сильно искажалось. Значит, вот титан имеет пять изотопов, самый превалирующий это 48, его должно быть природной смеси 73,8, эта цифра всегда получалась. А вот уже после того, как произошел электро взрыв, мы наблюдали 65, 62, 70, в зависимости от того, было, конечно, что и ничего не было, но количество исчезнувших атомов, то есть те атомы, которые 48, титана, которые не входили, да, очень важный момент, все остальные изотопы между собой находились по крайней мере в пределах нельзя говорить о каком-то искажении, они были в всех пределах экспериментальной ошибки, это здесь показано на таскетинграхе. Энергозапас был очень небольшой, все 50 кг количество исчезнувших атомов титана 48-го было большое, 19, 19, 10, 19 и 20, это маленький эффект, был макроскопический эффект, если бы он был меньше, ну, конечно, никто бы не обратил на это внимание, если бы фольга, которую мы использовали, была не титановой, а там, скажем, банадик, который является моноэзотопом. Да никогда в жизни ни я, никто из моих коллег вообще не подумали про какие-то ядерные реакции. Но вот судьба сложилась так, как сложилось. Иной раз сейчас уже на склоне лет, я думаю, что я эту вольфрамовую фольгу не поставил, не было бы ни этих проблем с этой уже наукой, работал бы себе и работал. Хорошо, ну, это уже лирика. Значит, десятки лоджиоулей, титана много, энергии хватает только частичной ионизации. Понятно, что никаких ядерных реакций не было. Что же можно рассматривать в качестве дочерки ядерных? А в части дочерки ядерных был вот такой вот спектр. Причем спектр где-то было 3-4 процента, больше всего было железо. Вот какие мы меры не предпринимали, чтобы случайно не попал в качестве примеси, вы знаете, это все равно было железо. В природном и затопном соотношении. Все химические элементы получались в природном и затопном соотношении. Можно сказать, ну, это примеси. Если бы не одно, так сказать, обстоятельство. Когда мы обнаружили, конечно, первое, что пришло в голову, то это использовать вместо обычной воды тяжелую воду. и я помню, что я очень переживал, что насколько это безопасно для персонала. И когда был первый опыт, я убрал весь персонал, мы запустили установку, это можно было сделать дистанционно, все это было в подвале за бетонными стенами. Я думал, что сейчас будет бух. Да ничего не было, никакого буха. Анализы показали, что никакого изотопного сдвига нет, но и нет никакого железа, никаких посторонних химических элементов, все абсолютно чисто. Вот сколько в исходной фольге содержалось 0,1% примесей, вот мы это 0,1% примесей и получили. Это говорило, с одной стороны, это расстроило, но с другой стороны, это говорило о том, что мы работаем достаточно аккуратно, несмотря на то, что все в общем уже тогда было в 98 году не очень сладко. Вы помните, непростые годы были для науки. Вот, но это меня за неделю, мы повторили там раз 5-7, и это никогда ничего не пронаблюдали, и это вот меня от идеи холодного синтеза в 98 году вылечило на всю оставшуюся жизнь. Я понимал, что если бы это был холодный синтез, то эффект должен быть как минимум больше, потому что да, в воде содержится некое количество дейтерии, но очень мало, поэтому мы ожидали очень большого эффекта, а эффекта не было. Эти работы потом повторили французы, и Войлов повторил, но это мы будем рассказывать потом, а сейчас для нас важно одно, что мы твердо понимали, что у нас нет ни синтеза, ни распада, а есть вот некий набор химических элементов, и единственное, какой у нас оставался выход, предположить, что это прошло то и другое одновременно, и эта идея не наша, это идея Дубнинса, которая провеляет наш эксперимент по поручению Министерства науки, они сами провели эксперименты, естественно, получили те же самые результаты, но поскольку они все-таки в тот момент были ядерщиками гораздо более продвинутыми, чем мы, как сейчас говорят, то Федор Пеньков, один из, туда входил Гена Мышинский, Кузнякцов, Пеньков и Дубовик Владимир Федорович. Но первую скрипку, как мне кажется, играл Федор Пеньков, очень талантливый физик, который сейчас работает в Казахстане, который догадался сделать первую модель феномологическую. Он имеет твердые экспериментаторов результаты, производил измерения, то они с Геной Мышинский, я не знаю, Гена Мышинский меня слышит или нет. Слышу, слышу, слышу. Да, я правильно рассказываю? Правильно, правильно, совершенно правильно. Да. Вот. Вот это вот идея была. И первые слова, которые он мне сказал, он говорит, ты знаешь, две вещи, которые меня поразили. Он сказал, что если не включать слабое взаимодействие, то никаких комбинаций невозможно подбирать. я тогда не очень понимал комбинации. И вторую фразу он мне сказал, которая меня совсем привела в негодование, он говорит, ну если бы константа планка была на пять парадков больше, то вообще все было бы вот с этими результатами нормально. Я говорю, слушай, как константа планка может быть на пять порядков больше. Это еще не было работ Володи Высоцкого, который ввел коэффициент корреляции и по крайней мере не то, что он ввел, он нас познакомил с работами Шредингера и Робинсона о том, что если квантовые частицы коррелированы, то вот формально постоянная планка может иметь эффективно другое значение. Тогда это было еще до этого далеко. И как-то вот я не оценил это его замечание, но про слабое взаимодействие услышал и сел за книжки, чтобы понять, что, собственно говоря, Федор Пиньков имел в виду. Не знаю, понятно ли я объясняю, может быть, немножечко, по крайней мере, в исторической последовании. Значит, что Федор имел в виду? Сейчас я поясню. Вот на этом простом узанке. Вот у нас энергия связи удельная по таблице Менделеева. И мы говорим, что слева у нас зона синтеза, справа у нас зона распада. И мы отлично понимаем, я обращал ваше внимание, что изменения на один нуклон ядра должно приводить к выделению колоссальной энергии, что обязательно должно было бы быть видно по остаточной радиоактивности, по гамма-квантам в момент совершения актера. Никто ничего не видел, и мы не видели. С этой стороны зона распада. И вопрос состоял в следующем. Да, невозможно эксперименту противоречить как синтез, так и распад. Хорошо, а не могут ли эти два процесса протекать одновременно так, чтобы энергия, выделяющаяся при таких двойственных реакциях, была порядка энергии электронной оболочки. Почему я говорю электронной оболочки? Ну, потому что мы не наблюдали не только гамма, но и рентгенов в плане. Это те, которые должны были бы быть ска оболочек, мы их тоже не видели. Что-то какое-то небольшое было, превышение над фоном, но было понятно, что это не соизмеримо с тем количеством актов ядерных реакций, которые мы соблюдаем. Это было 5-6 порядков меньше того, что требовало. Значит, мы получили энергетическое ограничение, что, да, если предположить, забыли про кулоновский барьер, что такие реакции происходят одновременно, то выход окончательный выход реакции должен быть порядка 10-кэр. Так вот поставили, по крайней мере, меньше 100-кэр. И вот это дальше вопрос был уже к расчетчикам, к Пенькову, к Мышинскому, потом Филиппову. А в принципе-то можно подобрать такие комбинации, это же как иголка в стоге сена, у вас на один нублон 6-мэр, а можете ли вы подобрать до единиц кэр, чтобы это сходилось при конечном числе. Вот это вопрос, который задается таблица Менделеева. сейчас все, что можно было вытащить из эксперимента, я вытащил, еще раз повторяю, что предположим, что эти реакции происходят, что наступает изотопное искажение, и что появляется химический элемент, который мы можем измерить. И мы самое важное не видим остаточной радиоактивности. Вот все входящие. Можем ли мы провести ядерную реакцию? Но мы все свято верим в закон сохранения энергии раз, в закон сохранения барионного заряда два, в закон сохранения лептонного заряда три, и закон сохранения электрического заряда четыре. Вот соблюдая эти четыре условия, можно ли подобрать такую первый ответ дали дубнице. Утвердительный. Можно, но надо включить слабое взаимодействие. Окей. Так, немножечко они там поступили грубо, из них я сейчас буду говорить об этой методической ошибке, не потому, что я хочу как-то принизить роль команды дубнинской, наоборот, они поступили так, как должны были бы поступить дядиши. Вот они взяли и начали считать все через энергию связи ядра. Они просто к этому привыкли. Вот недавно был замечательный доклад Сергея Пикуса из Эфтана. Он очень нам красиво показал, как можно создать инверсную заселенность, то есть управку электроны с первых оболочек. Вот если бы это работа по плазму физики, какая здесь какая связь с ядерной физикой. Вот если бы он взял в качестве мишени не алюминий, а какое-то более такое ядро, тот же Ренни или Тулей, то они должны были бы пронаблюдать распад в связанное состояние, потому что наибольший эффект для изменения вероятности распада в связанное состояние, конечно, приходит с Ка-Альфа, Ка-Бета вот с первых двух оболочек. Поэтому плазмисты, для них ядро это что-то совершенно постоянное. Для ядерщиков наоборот, ядро это вся жизнь, электронная оболочка там далеко и что-то с ней учитывает. Вот я перехожу ко второй методической части. Собственно говоря, я уже это и сказал на примере Кумнинской команды, что ядерно физикой принято считать электронную оболочку пренебрежимую МА. Физики плазмы наоборот. На самом деле и то, и другое не верно. Вот если диспразия 163 и рбитули абсолютно стабильным и нейтральным становится бета-актив при полной ионизации. Даже можно и полную ионизацию не производить. Если фикус возьмет любой из этих трех стабильных пензотопов и сделает из него решение и выбьет низколежащий, то они должны пронаблюдать бета-распад. теперь о некоторых я сейчас буду говорить о таких понятиях, которые в ядерной физике буквально в любом учебнике вы возьмите Мухина, вы возьмите Севухина, и тот, и другой работали в Курчатском институте, а Севухин не читал лекции. И это оба прекрасных учебника. тем не менее, давайте возьмем какими же оперируют ядерщики. Конечно, энергия связи ядра. И считается интуитивно, чем больше энергия связи ядра, тем оно стабильнее. Ну, привожу пример, прямо взятый из Церновской базы данных. Вот энергия связи 3, 8,5 для гелия 3, она 7,7. Стабильным является, так сказать, гелий, а как мы знаем, нитритий. Считается, что стабильным является ядра с минимальной массой на изобаре. Хочу сразу оговориться, что минимальная масса и максимум энергии связи это величины, которые со знаком минус равны. Либо это максимум, либо это минус. тоже не так. Вот привожу численный пример. Энергия связи марганца равны соответственно. Марганец 482, железо 481. Беру определение, что такое энергия связи. Это количество протонов, умноженное на массу протона, количество нейтронов, а минус минус масса ядра. Считаю аккуратненько получаю, что масса марганца ядро должна быть на 300 кФ больше. Таким образом ядро тяжелее и стабильным должно быть ядро 55-го железа, которое легче. Ясно, что система всегда стремится к минимуму массы, к минимуму энергии. Однако стабильной является в таблице Мегелеева марганец 55-й. Кстати, моноизотол. Марганец 55-й, простите, железо марганец 55-й, он переходит в марганец 56-й. В чем дело? Надо учесть электронную оболочку. Значит, если мы посчитаем электронную оболочку, то оказывается, что марганец легче 55-й на 200-й. Вот это 511, тут вот было у нас 300, вот вам 511. Вот, так сказать, это 200. Значит, посмотрите, как тонко устроена оказывается таблица Менделеева. Гораздо иногда тоньше, чем мы думаем. Я здесь отсылаю вас, может быть, я не знаю, но может быть именно по этой причине первая работа Высоцкого и Корниловой по биологическим, как они говорят, транспутациям, она вот именно в том, что железо переходит в марганец или марганец, железо уже не тем. Таким образом может быть именно вот тем, что это вот такая совсем очень маленькая вещь. Ну, тем не менее, в конце концов, мы выяснили, что необходимым в достаточном условии стабильности ядра является условие стабильности масса. То есть нужно говорить о стабильности не ядер, а атом. И это есть правильное. Если говорить о стабильности ядер, если считать что минимум масса ядра, то тогда 30 изотопов, реализующих минимум масса на изобаре, являются нестабильными по отношению к слабым взаимодействию, к электронному захвату. А вот этот критерий минимум массы атома является 100%. Вот. Ну, теперь о некоторых тонкостях. я сейчас буду говорить, не знаю, как гены отреагируют в лучшую стену, я буду говорить о том, как устроена фенологическая модель. Ясно, что если в обычной ядерной физике у вас есть ядра, вступающие в реакцию, то дальше вам, в общем, очень легко подобрать руками возможные дочерние элементы, потому что у вас все есть два ядра и вы вполне можете сопоставить, перебрать руками конечное число вариантов. Вот здесь в той задаче, которую мы собираемся решать, это невозможно, потому что количество, во-первых, мы берем большое количество атомов, не два, не три, а иногда десять, и, соответственно, десять получается там. Мы все хорошо помним, что количество комбинаций, которые можно составить из множества с n элементами, всегда равно два степени n. Ну, комбинаторика так устроена. Поэтому для таблицы Менгелея это вообще фантастическое число, поэтому просто так перебирать даже компьютер не сможет. Нужно ввести какие-то начальные условия. Терминологический характер все-таки, в отличие от всех, я придерживаюсь термина трансформация, чтобы подчеркнуть, что, первое, коллективный обменный характер рассматривания гипотетических реакций, то, что в привычной ядерной физике действительно термин откуда трансмутация появилась, потому что у вас был альфа-распад, это два шага назад, бета-распад, это у вас шаг вперед, то есть дочерние элементы всегда лежали рядом с материнствами, поэтому говорят, трансмутируют, то есть переходят из одного в другое. Здесь совершенно другой характер. У вас один коллектив атомов переходит в другой коллектив атомов, и он должен перейти так, чтобы каждый атом оказался в стабильном состоянии. Значит, термин взят из теории групп в надежде, что когда-то это все будет описано в рамках теоретика группового подхода. Почему я так думаю? В одной причине, то есть правильная теория должна ответить на вопрос, поставленный следующим образом. Почему в таблице Менделеева каждый химический элемент имеет такое изотопное распределение, а не другое? Почему я так думаю? Потому что знаете, природа очень первый факт экспериментальный, что все, что к нам залетает в качестве метеоритов, все данные, которые получены спектральным образом из различных планет, говорят о том, что видимые части Вселенной изотопные распределения, ну, если и не одинаково, то очень-очень-очень близко. Да, конечно, в учебниках написано про R-процесс, про S-процесс, но у меня здесь есть большие сомнения, потому что масса звезд так сильно отличается, что изотопные распределения должны были бы быть совершенно различными. Они, тем не менее, в видимой части Вселенной все одинаковы. По всей невидимости, все-таки существует какой-то единый процесс, в результате которого и вся, и преобразовавшись, все химические элементы и творятся. Ну, это гипотеза, я бы сказал, даже не гипотеза, а просто вера. Вера, исходя из того, что природа так скряжестая, такая скряганная физические механизмы, более того, я уверен, что просто не существует ни одного физического механизма, который природа где-то не использовала. Ну, это на будущее, может быть, кто-то это сумеет сделать. Поэтому, вот, я обосновал, почему я использую термин трансформации. Ну, и теперь давайте все-таки вернемся, собственно, к модели, я не знаю, кто-то я еще, 14, у меня еще есть, да, есть время, к модели Филиппа. Филиппов вводит норму, значит, чем она отличается от энергии связи, вот, если мы возьмем обычные энергии связи, которую, ну, во-первых, что такое норма, ну, здесь Шипов это должен знать гораздо лучше меня, но норма, грубо говоря, совсем просто, мы должны определить, что такое длина, норма вводится векторном пространстве, такие пространства, там, говорят, нормируемые, тесно связаны с метрикой, что такое расстояние, но вот здесь нам важно, что мы можем пользоваться этой нормой, просто складывая и вычитая, норма, там, векторные пространства могут различные, не просто обязательно вектора, там, и матрица, и все, что угодно, просто удовлетворяющий, там, неким требованиям групповым и требованиям линейства. Итак, значит, что Филиппов поднимает по норме, это такое принципиальное, значит, обычная энергия связи и разница между количеством нейтронов, массой нейтрона и массой водорода, умноженное на, естественно, количество нейтронов в данном ядре. Еще раз повторяю, вот это количество нейтронов, а это дельта, которая есть 7, 7, 8, 2, и 3 кэва, это масса нейтрона и масса водорода. Эту цифру мы уже с вами видели, это цифра, которая возникает, которую уносит нейтрино при бета-распаде в связанное состояние. Помните, вначале я говорил о таком процессе. Вот, собственно говоря, я для этого говорил, чтобы здесь стало понятно вот этот момент. Значит, в чем преимущество такого подхода? Если по определению обычной энергии связи это та минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы разобрать ядро на протоны и ядроны и разнести на бесконечные. Что такое энергия связи атома? Это мы должны разобрать не только ядро, но мы должны разобрать еще и электронную оболочку и тоже развести ее на бесконечное расстояние. В чем прелесть того подхода, который использовал Филиппо? Он тогда разбирает ядро и на протоны, электроны и нейтроны. Он разбирает ядро на атомы водорода и нейтроны, а потом нейтроны разбирает опять на водород и нейтрин. которое унесло энергию. Это понятно или повторить еще раз? А в чем преимущество? Если вы работаете с нейтронами и протонами, то вам нужно сохранить массовое число и вам приходится следить отдельно за нейтронами в программе, отдельно за протоном. У вас все должно сходиться. Если вести такую норму, то у вас получаются только протоны, и у вас все законы сохранения барионного, электрического и всех прочих зарядов выполняются автоматически. То есть это такой некий казалось бы чисто вычислительный трюк. И мы сами так долго думали, я так понимаю, года до 14-го, когда я готовясь к какому-то выступлению, вдруг понял, что может быть в этом есть некое большее, большего смысла, чем просто математический, ну, вычислительный трюк. По сути дела, когда вы вводите энергию связи, то вы уже разбираете на протоны, нейтроны, электроны. А фактически Филипп предлагает разбирать просто до атома водорода, вводя энергию, которую уносит нейтрин. Поскольку наша Вселенная все-таки на 80% состоит из водорода, то он как бы возвращает, и нет никаких сомнений, что все химические элементы получаются из водорода. Он как бы разбирается в исходное состояние, а потом точно так же собирает. Ну, вот я уже здесь все эти, да, это, конечно, было опубликовано, и в российских, я уже не помню где, и в фонде Дебройля. Значит, вот это норма, ведение нормы вот такого приема позволяет очень просто определять выход реакции из одной нормы, из суммы одной нормы вычитаешь сумму другой, и все в порядке. Все остальное уже автоматически будет выполнено. Значит, ну, теперь какие-то качественные результаты вот эта технологическая модель дала? Дала. Дала. Первое, я уже говорил, это еще Кузнецовым-Мышинским, что важный результат, что без слабых взаимодействий не удается подобрать два ансамбля так, чтобы они отличались там друг от друга на 10к. Так оказалось устроено таблицами Менделеева и здесь никаких вопросов к эксперименту. Теперь второй момент, если уже касательно конкретного эксперимента, мы знали, что у нас есть титан со всеми изотопами, кислород со всеми изотопами и водород, который в воде сидит. Оказывается, что с приемлемым выходом энергии не подбирается комбинация тяжелее цинка. И это то, что я показывал, мы ничего не видели тяжелее цинка. Это, так сказать, находится в согласии эксперимента. Это не может ракться. Вот примеры расчетов. Я видел статью Пархомова, где он уже пришел к идее цепных реакций. Но вот здесь у него все время получается мэво. Да и все здесь пишут мэво. Понимаете, не только Пархомов, все пишут мэво, кроме мышицы, он это хорошо понимает. Вот видите, удается подобрать комбинации с точностью до кэва. А кэв это уже та точность, которой мы знаем, несколько кэв, это та точность, которой мы знаем массы а. то есть вот такие комбинации подбираются. Теперь, ну а что-то нам это дало, как проверить эту модель. Модель была проверена следующим образом. И модели следовало, что из разных вариантов расчета, это не самый удачный приведет, что если добавить бериллий, а ванадик, то должно получиться 57-е жилет. Ведь модель так себе, прямо скажем, в нее ничего не заложено, кроме законов сохранения и комбинации. Вот и все. И она вообще имеет право на сухой по одной простой причине, что количество изотопов в таблице Менделеева конечное. Если бы было бесконечно, то ничего бы не было выдачного. Поэтому она дает лишь оценочное. Я бы сказал так, она почти как термодинамика. Она не говорит, что будет, но говорит того, чего быть не может. И вот она предсказывала, что должно было получиться в 57-й железе. Редкий, зато эксперименты были проведены. Железо использовалось в двух. Вот железо 57-го его 2,2%. Ну, остались 2-й, зато 54-й. Соответственно, все остальное. мы использовали ванадий в двух, соли ванадия и 2 соли ванадия в виде хлора. Ванадий хлор 3 и ванадий как это так сказать, соль называлась. И действительно, посмотрите, да, немного, но явно за ошибку измерения, так сказать, за 2 сигма измерительные выходят. за 2 сигма измерительные 57-го. Это нас в некотором смысле убедило в том, что действительно модель работает. Она несовершенна, она очень несовершенна, но это правильный подход. Что значит, что они многочастичны. Вот то, что я конечно хотел сказать. Понятно, что должен стоять какой-то радиус Дебай. Если мы берем какой-то ансамбль частиц, то этот должен быть аналог радиуса Дебай. В каком-то радиусе это коллективы работают, а дальше нет. Ну, а теперь я, поскольку уже и слушателей осталось мало, я перейду к совсем таким сенатам. Сколько было в самом начале, сколько есть, все слушаются, давай, мы тебя слышим. Нет, ну, я переведу к тому, чего никогда не показывал, может, с 200-х годов. Вот, собственно говоря, как происходил сам эксперимент, я возвращаюсь к странному излучению. Ну, вот схема проведения эксперимента. Это вот, грубо говоря, банка с водой. Стоят ИОПы, которые фотографируют ФЭО, скоростная камера, ТВ-камера, спектрометры и, значит, вот 50 килоджули. Здесь вставлены электроды титановые, на них приварен титан через спи дается разряд, 8 таких электродов, многоканальный пробой в воде, вот, собственно говоря, с этого начиналось вот такой первый, так сказать, случай, когда мы посмотрели, а что, собственно говоря, происходит, если это сделать в бетоне. Мы увидели, что бетон разлетается, была скоростная съемка, масштаб понятен, мы посчитали, сколько скорость между кадрами известна, сколько происходит, с какой скоростью разлетаются осколок, и увидели, что у нас в МВ в квадрате сидит, но больше, чем в ЦВ в квадрате, в конденсаторной батареи, что, конечно же, не могло не вызвать некого удивления, но и первоначально решили, что да, титан окисляется, вот, собственно говоря, вот эта энтальпия выделяется, и интересовало только одно, он окисляется до титана О или до титана О-2, то есть какую цифру ставить, чтобы баланс энергии свести, поэтому отдали на массово-эконометрические анализы, результат получили неожиданно, уже там забыли титан О или титана О-2, оказалось там титаны 1 и 2, но это не так важно, важно, что было искажено изотопное соотношение, вот тут даны две фотографии, начало эксперимента, взрывающиеся бетона, еще никто ни о каких ядерных реакциях вообще не думал, шла борьба за сохранение, за закон сохранения энергии, было интересно, что это за такой механизм, и можно ли его применить в практических целях, но обращаю ваше внимание, вот это вот светодиодик, вот он вставлен, такой гетонакс, жесткий, вот он горит, я уже не помню, зачем мы его ставили, ну зачем-то ставили, обратили внимание, что в момент взрыва, вы видите, вообще происходит какое-то искажение, то ли луч, то ли топология, но что-то явно искажается, и это как-то вот нас заинтриговало, и дальше, поскольку фиксировались лаборатории, все-таки у меня была физики плазмы, поэтому с диагностикой было достаточно хорошо, если вот это вот напряжение, это ток, вот пошел ток от конденсатора при батарее, вот то, что можно назвать паузой тока, и дальше происходит разряд, вот здесь подскок напряжения, все по науке, вот это вот свет, ну и если вот это вот 0,5 микросекунды, то есть батарея разряжалась где-то там за 200 микросекунды, то свет длился раз, два, три, четыре миллисекунды, вопрос был вообще, откуда столько света, и почему он так долго, ну, решили посмотреть, поставили все электроды в одну, в одну какую-то железку, делали все тяп-ляп, сняли и опу, мы удивились, в момент выстрела возникает вот такой вот шар, это то, чем наш бычков очень любит заниматься, вот это изображение, это просто проекция, чтобы увидеть, что шар, мы повесили зеркало, ну, есть два проекции одновременно, ну, это вот и опыт, которые стояли вдалеке, ну, это близко, это вот, одна микросекунда, две микросекунды, три микросекунды, четыре микросекунды, обращая внимание, батарея разрядилась на 200 микросекунды, а это миллисекунды. Ну, вот ты говоришь, что микросекунды, а на самом деле миллисекунды. Миллисекунды, да, вот это миллисекунды, а батарея за 200 микросекунд. Вот 0,5 мс, 200 микросекунд, считай, 250 в половину, а это миллисекунды. Он как бы спокойно себе вот живет без всякой, что, конечно, не могло, так сказать, не порадовать. Ну, уже тогда осколки, уже тогда мы знали о том, что титан искажается, долго искали радиоактивность. Поскольку мы долго работали в Чернобыле, то, как меряется радиоактивность, мы хорошо знали. И все, что в Пурчатском институте так или иначе могло показать о наличии активности, слои урана, детекторы на гелия-3, сенсиляторы, все-все-все было задействовано, и ничего не давало никаких положительных результатов. Единственное, что дало какой-то положительный результат, это когда поставили ядерную эмульсию и сразу пронаблюдали вот такие широченные следы. Справа представлены следы, которые оставляют ионы электрически заряженные. Вот он летит в ядерной эмульсии и оставляет этот след, называется такая волосатая нога. Это дельтэлектроны, которые возникают, когда частица попадает в монокристалл серебра, то оттуда вылетают эти электроны. Поэтому если у него высокая энергия, то у этих электронов вылетают с энергии несколько кэф, они образуют свои треки, и вот это называется его волосатая нога. Если тут посчитать, что это процесс электромагнитный, то мы знаем, сколько нужно вложить энергии, чтобы сделать один монокристалл серебра проявляемым, знаем плотность, знаем площадь, считать, то получается сотни г. Ну вот наш уважаемый Володя Чижов, он этой болезнью до сих пор болеет, он, значит, там терроэлектронов вольт, это предположение, что ли, взаимодействие электромагнитного. Вот. А если мы не знаем, ну это, так сказать, во многих книжках уже самому. Наложили магнитное поле, вот треки такие стали в ядерных мульсах, стали вот такие вот в виде коммер. Гипотеза родилась, и мы попытались с помощью, уже была гипотеза магнитных монополий, ее высказал Влад Ценойф, он был из отделения ядерной физики, где работал Володя Мартемьянов и Салеха Гипп, которые в свое время предложили искать магнитные монополию с помощью железных фольг, то есть ферромагнетика. Они опубликовали статью, в которой показано, что если магнитные монополии существуют, то хорошо бы их набить фольгу из 57-го железа. Они должны захватиться ферромагнитным кристальчиком, это такая своеобразная для них ловушка, но когда они захватятся, поскольку магнитный заряд очень большой, то это должно сдвинуть поле на ядрах. Тогда это можно померить с помощью эффекта Несбаурова, поскольку это действительно тонкое измерение, самое тонкое измерение, которое может быть. Вот, эта идея была реализована. Первый раз реализовал Ценоев в работе еще 2000-го года, но потом это сделал Николай Войлов, которого я сегодня очень хотел бы вспомнить. К сожалению, он ушел из жизни, он уже сделал это очень аккуратно, с помощью конверсионной месбауровской спектроскопии. Знаете, в чем идея? Вот месбауровский спектр. Если есть магнитные монополии, то спектр должен был бы ушириться, потому что монополий предполагается не так много, в какие-то ядра они попадают, а в какие-то ядра они не попадают. И тогда месбауровский спектр должен был ушириться. Вот такая была идея Вартемьянова и Салеха Хайкина. Жизнь показала следующее, что если просто поставить вот эти самые фольги, то никакого сдвига нет, и спектр не уширен. Если же все-таки мы решили, что если монополии рождаются, то они должны рождаться и с севера, и с юга. Тогда надо поставить на магнит, по крайней мере, выпустить один тип магнитных зарядов. Так и сделали. И вот тогда мы наблюли на северном конце сдвиг влево, на южном конце вправо. Ну, потому что я и наоборот говорю, сейчас это не важно. Вот это сделал аккуратно Коля Ивойлов, и вот, значит, его результаты, которые он получил. Он выяснил, что да, сдвиг происходит, эффект значимый, но он вот за 80 часов исчезает. И все возвращается на свое значение. Итого, значит, было все-таки экспериментально три аргумента в пользу магнитных зарядов. Вот этого странного излучения, что все-таки это имеет какое-то отношение к магнитным монополям. Первое, что при помещении установки магнитное поле топологии изменилось следов. Второе, это висбавровские измерения, которые показывали, и мы не сразу оценили, но потом появилась теория лошака. Сейчас я об этом скажу. Значит, было два... Глянь, скажи, пожалуйста, по осям, чего у тебя тут? Ничего не понятно. Здесь время в часах после проведения эксперимента. А здесь величина эффективного магнитного поля. Значит, чтобы вот здесь... Если бы у тебя образец не... Значит, значим, ничем, то она вот должна быть, была бы быть... Все точки должны были бы быть вот здесь. Ну, с каким-то разбросом. Вот тут. Если же что-то есть, то точки начинают, так сказать, скакать. Ну, это нормальный, нормальный, так сказать, разброс. Показываю. Подожди, зеленый, это у тебя полюса, красный. Чем отличаются красный? Север и юг. Понятно. Где север, где юг? Скажи, зеленый или пляж? Ну, ты знаешь, это надо уже читать статью. Сейчас уже не скажу. Я уже не скажу, какой образец был. А южный поле ты сказал. Значит, вот что они вы... Потихонечку выяснилось. Это, может, не самая красивая картинка. Делали много раз. Это, по-моему, первая была. Делали много раз. Значит, выяснилось, что нет полной симметрии между севером и югом. Что от периода, с которыми они отходят, разные. Величина эффекта тоже всегда была разная для севера и для юга. И по временам. То есть, вот, и мы привыкли, что электрический плюс и минус, да, электрон-позитрон ничем не отличается. Вот здесь какая-то была другая ситуация. И мы ее отфиксировали. Сначала считали, что это некая ошибка измерительная. Что мы что-то неправильно делаем. Потом появился в нашей жизни лошак, который, так сказать, теоретически. Это было опубликовано у него до наших измерений. Что, вообще говоря, между севером и югом некой симметрии, полной симметрии нет. Я сейчас не буду этот обсуждать вопрос. Это отдельный семинар. Могу, но это отдельный семинар. У меня же просто времени остается. Я все-таки еще хочу сказать о магнитных монополиях. Исторически, когда эта идея возникла, и вот были проведены уже эти измерения, мы так написали, что больше всего похоже на магнитные монополия. Что мне все время, так сказать, приписывали, что я претендую на открытие магнитных монополий Дирака. Ни в чем не бывало. Я сразу оценил массу и сказал, что у нас не хватает энергии. У нас треков очень много, а энергии не хватает, чтобы создать, если верить теории Дирака, хотя она тоже там не все так просто, то, конечно, у нас не хватает энергии, и это есть большой вопрос. Так, в конце статьи поставил, что вроде как какой-то заряд должен быть. Какие аргументы были? Пленки располагались далеко от установки. Электрически заряженная частица долететь не могла. Я много занимался транспортировкой электронных пучков и знаю, какие пробегы есть. А частица ненесущая заряда не оставляет следов ядерной эмульсии. Вот нейтрон не оставляет никаких следов ядерной эмульсии, кроме того несчастного случая, когда он точно попадает в гидро аргентума или брома, содержащегося, аргентум брома, содержащегося в кристалле. И тогда он в этом ядре чудеса творит и там некое почернение можно наблюдать. Но треков он оставить не может. Это был первый аргумент, что эта частица не может быть нейтральной. Она не может быть электрически заряженной, потому что она не могла долететь, вылететь в установке и долететь. Итак, два условия. Не электрически заряжена, но не нейтральна. Значит, надо что-то предполагать. Вот просто из логики предположили, что магнитные монополии. Про магнитные монополии написано очень много. Наверное, больше написано просто только про теорию относительности общих статей. Про магнитные монополии теоретики писать очень быстро. Значит, откуда они взялись? Объясняю на пальцах. Дирековские монополии. И они, как ни странно, взялись не следствием уравнения Дирека, а они были введены в общем руками. Это Хоу. Когда он рассматривал задачку о поведении электрона в длинном, очень длинном магнитном соленоиде, один конец которого можно считать за монополию. Вот сингулярно. А дальше он смотрел, что будет, если потребовать локальной калибровки и увидел, что чтобы выполнялась локальная калибровка, тогда необходимо, чтобы электрический и магнитный заряд были жестко связаны. И это очень красиво. И это, пожалуй, единственное, что следует из теории Дирека, что если магнитный монополь существует, то он должен иметь очень высокий заряд. Дальше начались уже рукоделия. Дальше теоретики сказали, ну хорошо, мы про нее ничего не знаем, тогда мы положим, что классический радиус монополя равен радиус электрона. Отсюда сразу выскочила гигантская масса, хотя совершенно ниоткуда это не следует. Но тем не менее, я был полностью в плену именно дираковских монополий, хотя понимал, что их не может, поэтому написал, что не хватает энергии, но какие факторы есть, такие изложены. Потом в нашей жизни появился Жорж Лошак, и это тоже благодаря дубнинцам, они вообще сыграли большую роль, про распад в это связанное состояние, об этом мы узнали на одной конференциях Фангелия Гореева, которого я тоже сегодня хотел бы вспомнить, яркий был человек, о работах Жоржа Лошака мне рассказал Владимир Михайлович Дубовик, мы с ним это обсуждали, я говорю, вот как бы монополий очень плохой, но очень тяжелый, колдопостой, вот я знаю работы, где есть лептонный монополь, он должен быть очень легкий, и я попросил его статьи, прочитал и понял, да, это некий вариант, теперь, что, собственно говоря, представляет собой теория Лошака, конечно, отдельный семинар, надо рассказать, достаточно красиво, не очень сложно, все-таки квантовую электродинамику надо знать, быть с ней знаком, хотя бы шапочно, чтобы понять теорию Лошака, я вот перед этим семинаром я немножко рассказал историю о том, как Джордж Лошак пришел к этой теории, но теперь буду очень кратко говорить, значит, магнитный монополь в его представлении это лептон, это радует, потому что лептон это легкая частица, и для то, что следует решение уравнения Лошака, которое получается из уравнения Вейля, которое можно в представлении ФОК для при нулевой массе получить такое решение, которое получил Джордж, опираясь исключительно на симметрию, просто чутье его вело. Лептон его магнитной монополии, это то, что можно сказать, магнитно возбужденное состояние нитрина. И это долгое время, до 2004 года, это меня очень сильно смущало, потому что я себя никак не мог представить, что монополь, что нитрина, которая обладает нулевой массой, что-то в нем может быть возбуждено. Но после того, как в 2004 году были получены данные с Камиакандой и было выяснено, что есть переход осцилляции, нейтринной осцилляции, что уже само по себе говорил о том, что нейтрина обладает массой, пусть маленькой, но она существует. тогда как-то я примирился с этим делом, хотя вопрос на сегодняшний день до конца с этим гибрином не закрыл. Но тем не менее, будем считать, что у него есть некая малая масса, и тогда можно представить, что у него есть некая какая-то структура, и он может быть в возбужденном состоянии, и это вот и есть магнитный заряд. Сразу отмечу, что уравнение лошака допускает тахионные решения. И вот один из людей, который занимался этим магнитным монополем, это ученик Ферми, его реками фамилия, по статьям можно найти реками Миньяни, стариками, и он считает, что вообще говоря, магнитный монополь, это электрический, что он тахион, что он это электрический заряд, разогнанный за световым барьером. Поскольку мы знаем, что световой барьер нельзя преодолеть, но с другой стороны, там можно родиться. мы понимаем, что другое дело, как он взаимодействует. Но родился себе за световым барьером, мы живем в бродионном мире. Если есть тахионный мир, то он сам по себе важно, как взаимодействовать. Поэтому это одна из возможностей. Но для меня было важно, что это малая масса, и тогда мы можем их родить много. И второе было, что он является участником слабых ядерных зомоистов. Просто как лептон. Просто по определению. Лептон может влиять на слабый зомоистов. Из теории Лошака следовало, что то решение, которое он нашел своего уравнения, оно обладает керальной симметрией. И вот здесь надо отметить ему сильно повезло. Николай Войлов, которого я уже упоминал, вот использовал для регистрации странного излучения пленку двухстороннюю, двухстороннюю, то есть рентгеновская пленка, он работал в казанском госуниверситете, и не надо забывать, что пленка рентгеновская производилась в Казани. директором этого цеха был один из его учеников из Хакоса, который ему сделал вот эту двустороннюю пленку, на которую он регистрировал достаточно быстро наружу, что часть треков получается вот такая, вот киральная, это не их масса, не кристалл, вот видите, они совершенно киральные, как в зеркале, один на одной стороне, другой на другой стороне. Микроскоп тяжело поймать так, чтобы оба трека было резкие, ну, глубины резкости микроскопа не хватает, но вот он подобрал такой, наложил сеточку, помню, миллиметр, наложил сеточку и сфотографировал, перефотографировал через микроскоп, вот видно эту фотографию, так, чтобы были видны и один, и другой трек, и видно, что они киральные, это, конечно, просто привело в восторг Джорджа Лошака, что вот теоретик испытывает восторг, когда подтверждаются предсказания его теории, видно вот это, вот это, вот это, вот это, ну, в общем, как бы, на мой взгляд, вполне убедительно, видите, так вот, слепую на пленке ручкой такие закорючки одновременно с той и другой стороны нарисовать тяжело, вот это есть, ну, я шучу, никто не не подозревает Николая Юлова в какую-либо. Ну, и последнее, что я хотел сказать, вот, вот, вот все данные, достаточно ли основания сказать, что теория магнитного монополиала Лошака подтверждается, на мой взгляд, недостаточно, то есть, если мы говорим, что мы какую-то частицу открыли, значит, мы должны замерить спин, массу и все характеристики, которые требуются для легализации элементарной частицы. Мы этого не сделали, а тогда это все гипотеза, но вот краем, по крайней мере, она подтверждается, да, киральные, оставляет киральные треки, да, инициирует слабые взаимодействия. Вторая модель коллега, коллега Жоржа Лошака, Харль Шту, последний ученик Гейзенберга, они в дружеских отношениях были, к сожалению, ни того, ни другого нет на свете, сильнейший теоретик Харальд был, он ознакомился с работами Лошака, с результатами нашего эксперимента и взялся за работу. И вот в трех статьях своих 11, 11, 12 год, три работы, статьи очень большие, по 20-30 страниц, но он развил теорию, которую обобщает стандартную модель введением дополнительной магнитной симметрии в лептонный сектор. Это потребовало введение калибровочных бозонов, то есть это настоящая теория с очень сложной алгеброй, говорю сразу, очень сложной алгеброй, то есть это не просто теория, это зубодробительная теория, по крайней мере для экспериментатора. Это на квантовой основной на языке квантовой теории поля, вот, но и он даже пытался в третьей части, в третьей своей статье он пытался объяснить вот результаты наших экспериментов вот с помощью своей теории. На мой взгляд, там не очень все уклюже получилось, но как получилось, так и очень. Наверное, все, что я хотел бы вам рассказать на сегодняшний день, я вас всех благодарю за внимание, терпение, если некоторое время я еще могу отвечать на вопросы. Рудно 10 минут. Спасибо, я хочу предупреждать, предупреждал, что их там 600 выключают, поэтому ну вот у нас тут две руки есть, вот Анатолий Климов, пожалуйста, вопрос. Две руки даже какие-то там. Пожалуйста, включи-то микрофон у себя, а то я тебя не слышу. Алло. Что-что? Алло. Анатолий Климов задает вопрос. Внимание на экран. Дай, говорю, вопрос задавай. В общем, спасибо, Леонид, по поводу значит твоего доклада, но оно как всегда чувствуется большой профессор и ясно, четко с расстрадавкой с чувством и юмором. но если, так сказать, не до юмора, то вот, ну пожалуйста, если не трудно, покажи вот еще раз вот эту вот комбинаторику, которую вы осуществили с Титаном и с Ванадием. Сейчас. Пока я еще я тебе скажу про чувство юмора. Кто-то из моих коллег во Франции, я что-то пошутил раз-два, он говорит, Леонид, у тебя прекрасное чувство юмора. Я говорю, конечно, все, у кого не было чувства юмора, давно оставь здесь. Значит, вот еще раз, вот смотри, у тебя вот, ну допустим, там, третья строчка или там четвертая строчка, все равно. ну чего мы видим? Тут вот комбинация есть, так сказать, титана, кислорода, Ванадия. Да, вот эта комбинация, самая рабочая. Да, да. Ну вот вы собирались получить 57-е железо, натрий, хлор. Так вот, казалось бы, ну, 57-е железо, трудно его там, значит, определить, так сказать, ну, а вот уж натрий и хлор-то по, значит, любым анализам можно было, так сказать, определить. Это-то вы видели, хлор в частности? Конечно, конечно, только, Но натрий и хлор видены при других комбинациях. А здесь очень важно именно 57-е железо, редкий затоп. А натрий и хлор, он выходит в очень многих комбинациях. И мы искали тот, кто интерес представляла та комбинация, в которой есть 56... Не, Лёнь, у меня проще. Вот вы делали в солях в Анаде, значит, ну, без хлора. Там две соли было. Значит, делали в последующей слове. Сейчас, сейчас, я тебе покажу. Дело в том, Толь, это было бы жульничество, если бы я опирался на таскетета. Вот я тебе покажу стандартное таскетета. Он здесь... Это я вижу. Все, что ты показываешь, это и у меня то же самое, так сказать. Абсолютно тот же самый состав. Кстати говоря, он не меняется ни от установки, ни от титановой фольги. Это, так сказать, вот есть вещи, которые вот уж если железо получилось, то точно алюминий получится, и силициум точно получится. А вот ты покажи вот это. Алюминий всегда с силициумом получается. Да, да, и кальций всегда получается, и хром. Все как в природе. Все как в природе. А ты вот с фанадием покажи, где 57-е железо вы получали. Еще, еще, еще. Следующий, следующий слой. Вот смотри, вы использовали две соли. Одна из них, так сказать, содержала хлор, вторая не содержала хлор. Так вот, казалось бы, где не было хлора, появлялся ли хлор в этом случае? Его же легко обнаружить было, понимаешь, любыми, так сказать, химическими способами, не обязательно масспектрометрическими. Да, ну, нет, все-таки мы всегда действовали только, так сказать, масспектрометрическими. Казалось бы, маркером должен быть поиск хлора, но вот если есть, то все хорошо, у тебя это получилось, комбинаторика. Ну, и тут сразу второй вопрос. Ну, комбинаторика, комбинаторика, ну, как это вот две молекулы, которые находятся одна в соли, другая там в этой самой, в этом вот твоем титановой фольге, как они находят друг друга, как они проникают, соединяются в одном ядре. Ты можешь по-русски объяснить, так сказать, доходчиво? Это же надо преодолеть такой сумасшедший кулоновский барьер, что дальше некуда. Ты понимаешь, что ли? Ты слышишь вопрос, куда ты отделялся? Ага. Можно, возможно, вы отключили, вот. Анатолий Анатольевич, и как я чувствую, вы отключили с вами, просто 17.59, у меня логин, второе место для 18 часов. Поэтому в постоянное время мы безумно проводим эту выживание. Заканчиваем на таком даме. Ну, вопрос краного пояса, что я бы сказал так, что я не могу сейчас скажу. Валер, Валер, микрофон очень у тебя плохо работает, хрипишь. А хрипишь? И гремит, и гремит. Не тот микрофон опять. Раз, два, три. Сейчас меня слышно? Раз, два, три. Да, да, сейчас хорошо. Валер, сейчас хорошо. Хорошо, но чуть погромче можно, Валер. Сейчас я тогда попробую увеличить. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас отлично, отлично. Уруцкоев отвалил, я так понимаю, что у него там проблемы со связью, так? Ну, у них свет отключили, поймите. У них отключают свет в шесть часов, и он об этом предупреждал. Это было его условие, что мы не будем претензий предъявлять, что он не сможет после шести часов. Но вот два часа он нам посвятил. Толь, я могу тебе вот что сказать, если меня слышно. Хлор, он летучий газ, понимаешь, и возможно, ну, ясно, что они его не фиксировали. Они на железе в 57-м сконцентрировались. Скорее всего, это так. Что еще ты хотел бы сказать? вот, все-таки понятно, что это такое многогранное, я бы сказал, выступление, и я бы разбил его на несколько, и можно было бы послушать подробнее, так сказать, потрепать нашего классика Леоня Урускоева по каждому из вот этих топиков, которые были представлены. И, на мой взгляд, все-таки наиболее интересно, это вот еще раз разобраться вот с этой комбинаторикой, значит, и сказать, где у нее узкие места, а где у нее все-таки, так сказать, вещи, которые надо проверять. Вот. И в этом плане, значит, все-таки, мне кажется, на первое место, так сказать, коль скоро у них фенологическая теория, она привязана к эксперименту, вот экспериментальные данные превыше всего. И вот то, что будет повторяться в большинстве экспериментов не обязательно у Урускоева. Это сейчас уже и вот, ну, у нас много экспериментаторов, которые, так сказать, пытаются сделать вот этот элементный состав, значит, провести и сравнить. Конечно, вот сравнение, которое вот в разных группах в воде получается, так сказать, вот это было бы выявить некую объективность, повторяемость, вот это самое важное. Вот, насколько я понимаю, Мышинский и группа, связанная там с ним в Дубне, они пытались это сделать в своих работах, но это было начало большого пути. На мой взгляд, вот это вот выявление статистики того же, чего же мы получаем в ассортименте вот всех наших работ различных реакторов, различных типах, сейчас самое важное, так сказать, выявить самое объективное, так сказать, то, что повторяется из ряда в ряд и не зависит от установки, от смеси, от подводимых, так сказать, вот исходных материалов, в том числе и от изотопного состава. Значит, вот в этом плане, в этом плане, вот мне хотелось бы сказать, значит, вот Леня прав, надо, конечно, даже изотопный состав делать не, значит, одним методом, а несколькими, чтобы объективность была гораздо более весомой. То есть он правильно говорит, ну что, с этим не согласишься, лазерный, так сказать, масс-спектрометр, он обдирает с поверхности, так сказать, частиц, значит, вот индуктивно связанная плазма, она все-таки позволяет в среднем посмотреть по объему частицы. Все это очень-очень важно. Ну и мне кажется, вот эта статистика, она ко многому нас, так сказать, приведет. то есть вот мы получим какие-то уже серьезные, значит, постулаты или выводы для вот продолжения этой феноменологической теории. Или полуэмпирической, я бы сказал так. Спасибо, Анатолий Иванович. Друзья, я хочу вот что сказать. Мы с Леонидом Ильбековичем договорились, что когда отключат, мы понимали, что его отключат, вот, поэтому мы с ним договорились о следующем. Мы сейчас, вот сейчас, Анатолий Иванович тут типа выступления некого высказал, выступил, а мы договорились, что мы задаем вопросы, задаем вопросы, вот, он, я ему пришлю запись нашего вот этого вебинара, вот этой части, когда его нет, он ее просмотрит, и на следующем вебинаре в самом начале ответит на вопросы, на которые он не мог ответить, потому что он отсутствует, поэтому сейчас, ну, вот он, я думаю, как-то на комментарии Климова как-то прореагирует, сейчас я буду давать слово, вот у нас тут три человека, подняли, даже четыре подняли руки, вот, я буду давать слово, и вы просто задаете вопрос, и ответа не ждете. Вот, пожалуйста, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, Толя, задавай вопрос. Здравствуйте. Как будто ты задаешь Уруцкоеву, как будто. Да, да, ну, действительно, я готовил разговор Леониду Ербековичу, действительно, уже более 20 лет существует, значит, версия, значит, гипотеза о магнитном монополии, и вот мне, и я думаю, что многим людям, кто, так сказать, считает себя экспериментаторами, хорошо бы все-таки свойства магнитного монополия объяснить, так сказать, ну, более понятно, не через сложные формулы и так далее. Сразу возникают такие вопросы, что, скажем, вот, в опытах Ивойлова, о которых говорил Леонид Ребекович, говорится, приводится такая, значит, версия, что магнитный заряд летит вдоль направления силовой линии магнитного поля, потому что у Ивойлова пленки стояли в магнитном поле. Дальше он ударяется о пленку и резко изменяет направление своего движения. Он уже начинает двигаться не по магнитному полю, а перпендикулярно. И Ивойлова говорит, что это уже реагирует на магнитные поля электрического разряда, которые, скорее всего, слабее, чем те магнитные поля, которые он применял. То есть вопрос вводится к тому, почему Бонополь сразу забывает старое поле и переходит к новому полю. И второе, почему он движется именно вдоль фотоэмульсии, то есть что его за особенность, что за такая частица, которая двигается. Вопрос другой, с какой скоростью он движется, ведь сам Русскоев в свое время показал, что странность этих частиц еще в том, что они движутся с малыми скоростями порядка 20-40 метров в секунду. А строится теория, о которой он сейчас говорил, что они на самом деле тахеоны, то есть частицы, которые движутся быстрее скорости света. То есть они чертят, если они действительно существуют, эти треки просто за невообразимые короткие времена. Как состыковать эти вещи? И еще такой интересный для нас вопрос такой, что все-таки разговор о нейтрино, что значит нейтрино каким-то образом перерождается и превращается из частицы, которая приходит без столкновения толщу земного шара, вдруг от слабого магнитного поля превращается в какую-то такую ручную частицу, которая движется вдоль эмульсии, то есть реагирует на слабенькие, слабое торможение. То есть как состыковать такие вот несообразимые вещи для нормального человека, который хочет что-то померить, что-то понять. Так что вот если Леонид Ирбекович услышит меня, хорошо бы это более подробно на таком простом языке все это услышит. Спасибо. Спасибо. Спасибо Анатолию Никитину. Следующий Пархомов Александр Георгиевич. У меня не вопрос, у меня уже обсуждение, если допустимо, сейчас. Ну, пожалуйста, наверное, можно, потому что все равно комментарий какой-то понадобится. Пожалуйста, обсуждение. Ну вот что, я бы прежде всего отметил самые важные моменты в докладе, но это прежде всего обоснование того, что для Лен обязательно, чтобы понять, как происходит этот Лен, надо понять, что это происходит в системе большого числа взаимодействия с частиц, что это продукт коллективного взаимодействия. И второе, что вот он обосновал то, что значит здесь работают слабые взаимодействия. И третье, что были даны подходы к объяснению того, что не возникают излучения или радиоактивные вещества. Ну вот интересно, что недавно появилась еще одна идея для объяснения вот этого феномена, что нет радиоактивности и нет жестких излучений. Вот мы пообщались с Михаилом Петровичем Кащенко заочно, и вот пришла такая интересная идея. Он напомнил, что существует так называемый принцип Сыглера. Я думаю, что немного слышно. Саш, не слышно ничего, Саш. У тебя там внуки перегружают твою сеть в тот момент, когда ты выступаешь, поэтому тебя совершенно не слышно. У тебя плохая интернет-связь. Пока у Пархомова связь налаживается, пожалуйста, Егоров, задавайте ваш вопрос. Спасибо за возможность. Суть вопроса сводится к тому, что во всех представлениях ключевое ключевое является вот эта формула, которая при некоторой подгонке перестановочного характера дает то, что нужно. формуле вы говорите более конкретно. А вот это норма Х. Норма Филиппова, понятно. Норма Филиппова. Вот этот вопрос достаточно глубоко рассмотрен вот в этой книжечке. Вот сейчас я ее поставлю. Она не видна, назовите ее, все равно ее не видно. Это Сергей Голубев, Николаевич Голубев. Она называется возникновение жизни и формирование массы элементарных частиц в мире квазикристаллического вакуума. И у него на эту тему несколько книжек. Здесь показано, что вообще говоря, вот биомасса, например, Черного моря, она непонятно откуда возникает, непонятно откуда исчезает. Вернее, исчезает она в виде фактов, фактов, Евгений, фактов, а Лена очень много. Давайте все не будем обсуждать о докладе, пожалуйста. О докладе. Вот я и говорю, что ключевым является подход перестановочный. И вот в этой книге показано, что если манипулировать массой электрона, то методами перестановки мы можем получить практически все массы, которые известны в экспериментальной физике. Ну и например, с колоссальной причем точностью рассчитываются все. Например, 1,137 считается с точки до восьмого знака. Вот я рекомендую почитать, посмотреть вот эту книжечку, найти ее. она есть у вас в Ленинке, так сказать, в Москве. Ну а вот моя теория Биона, которую я развиваю, она очень хорошо вписывается. И в общем-то, к сожалению, Сергей Николаевич мне книжечку с дарственной надписью прислал, и мне написано, что надеется, что с помощью бионного подхода можно будет понять, что такое нелинейное взаимодействие, и посчитать всю квантовую механику. На что я очень надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Ну, прорекламировал очередной раз себя. Ну, как рекламировать? Вы мне слова не даете. Давайте я вам расскажу. Все. Я вам предлагал выступать, но вы отказывались. Ладно, спасибо. Здрасте. Я вам говорю, давайте я выступлю, а я предлагал. Когда, скажите? Дату? Время? Спасибо, Евгений. Спасибо. Боб, put your question, please, and answer will be next week. Next week. He looked on the record, and after that give you answer on the next week, on the next webinar. Please, your question. And comments, also comments, maybe. Okay, thank you very much, Leonid, for excellent presentation. I'm quite familiar with your work, as much as one can be with the published data. I wonder, firstly, with your bull lightning above your explosion chamber, have you considered the work of Brand from 1923 and of Matsumoto from 1994 with his new type of electric current, noting that itonic clusters, his understanding of ball lightning, can travel and transport material along wires. And secondly, are you aware that you may be producing an HHO system in your exploding wires in water? And if so, I want to inform you that we have seen similar element production with titanium and amazogas in 2019 and titanium and HHO with ultrasonics just a few weeks ago in 2020 with the exception of copper and zinc. And could you consider that maybe the intensity of the constriction due to the electrical discharge could be something that drives the synthesis beyond iron towards copper and zinc. So lastly, the same type of observations of synthesis of elements have been found by Clater and Stringham published in 2018, I think it was, using 2% silver and palladium with deuterium oxide. And we have seen similar things with aluminium foil in ultrasonic tanks. And all of these systems, all of them, without exception, when you study them, produce a structure that looks like this. And it's two solitons that produce counter-rotating vortices. And in the centre of these, you get a coherent structure, and this fires out a beam which looks exactly like strange radiation. So the material is condensing down into the centre and fires out. Could I share one graphic now to show the process? No, please show you your screen. Yeah. OK, so we can do this better this time. OK, can you see my screen? Yes, we see. OK, so essentially this is an ultrasonic system here, and you have this barred galaxy structure, and you have the counter-rotating vortices. one is making heavier elements, and one is making lighter elements. This is boron here, and this is silver. So we've actually synthesized up to silver in ultrasonic systems. This is at Taipei University here, or it was here. This is at Taipei University, and they have a barred galaxy structure here. This is in an hydrodynamic system. this is 2% thoreated tungsten, and this is a magnetohydrodynamic system that has almost instantaneously formed on this material. And you have the counter- rotating vortices. As I said, there's always one on top of the other, and from the center of this, you have a beam coming out, which is very similar to the Bostix interacting plasmoids from 1956. Here is a magnification of the beam, and it comes out of the center. And this is an explosion in our Vega experiment, and there is a spiral beam coming out. This is an explosion in a Vega experiment, a different spiral beam coming out. This is an explosion. And so I think these structures, they form in hydrodynamic and magnetohydrodynamic systems. They produce extremely high binding energy matter, and it comes out in a coherent beam like this. And we've seen it also in this system, is the one I talked about by Clater and Stringham. When you take this material off the top, which is all lighter elements, the same ones that was observed by Leonid, you see this cardioid structure underneath, which is the same as you see in hydrodynamic systems and in Parkermoz reactors and in magnetohydrodynamic systems. And we replicated the same thing from Clater. This is a hydrodynamic system. This is a magnetohydrodynamic system. This is HHO on tungsten. And we see the same synthesis of elements in all of these systems, with the exception that we don't often see so much of the copper and zinc unless it's really, really pushed. And I believe that the same thing is going on in here. And I believe that that is what Bostick said. And this is just a hydrodynamic system. If I can show me, this is a hydrodynamic system without any surface to interact on. And so you have a maker and a breaker, a maker and a breaker. This is in the hydrodynamic system. This is in Parkermoz reactor. This is a hydrodynamic dynamic system. This is a magnetohydrodynamic system. And that is it. So it balances. One is breaking them apart and one is building them. But the material is shared between the two. It actually shares material between these two structures. And this is I can show you. Are you going to show me? This is in a plasma ball and you have the two spots here in the plasma ball, two spots. This is in a sound system. You have two spots and it shares material between the two vortices. So it's constantly balancing whatever material it's getting given. So has he considered that this is a hydrodynamic mixed magnetohydrodynamic system? I wonder what he thinks about what I've shared there. So that's all I have. I wonder what he's Thank you. Thank you. Thank you. Bob, your comment, for my opinion, your comment, consider the elite will be different things that discussed during the presentation of Uruzkoe. I wanted to discuss with him for a while because he sees an element like titanium 48 and it lowers and he sees heavier elements synthesized and lighter elements synthesized. But my idea isn't a little bit different because he considered that in in this same moment, two processes exist in the LEN reaction, fusion and fission. I agree entirely. I agree entirely. Thank you, Bob, for your comment. Maybe answer on your own comment will take approximately half of an hour, maybe an hour. What I'm saying is it's fusion and fission, but the system, one side is fusing and one side is fissioning. of this system and it's because they've got left-right helicity. Okay, okay, Bob. Thank you very much. And, Илья, ваш вопрос. Что это за Илья? Фамилия, вы свою фамилию назовите, пожалуйста. Включите микрофон и задайте. Болдов. Болдов, да. Надо было написать. Илья, пожалуйста, ваш вопрос. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Данилдер Бетунча. Илья, что-то громче, плохо слышно. Ближе к микрофону, Илья, пожалуйста. Я хочу поблагодарить Илья Недорбековича. Его работа в электрозрыве титановых фольк в воде стала прототипом и вблизи нейтрон совершенно не нейтрален, а эквивалентен, но он слабо отрицательный. Исходя из этого, поверхностное поле ядра, оно не сплост положительное. Оно местами совершенно отрицательное, куда и может быть приткнут нейтропротон в редакции Хлендер. И касательно монополя магнитного. Есть замечательная книга Анатолия Вяльцева дискретное пространство Ремен. Исходя, если опираться на его теорию, у нас пространство дискретное. И электрическое поле эти дискретные разворачиваются в вектора положительные или отрицательные, величина которых обратно, естественно, пропорционально расстояние до заряда. При движении заряда эти вектора вращаются. Вот это вращение и есть магнитное поле. Исходя из этого, не может быть монополия магнитного, поскольку вращения нет дискретного носителя. Вот и все. Спасибо, Илья. Я, кстати, Илья, могу сказать, что я ваше, вы направляли вот некое письмо мне, в частности, но я его не передавал Урускоеву, потому что ну вот дело в том, что очень сложно воспринимать, нужно как-то в комплексе, а вы там очень скудная информация, к сожалению, поэтому может быть более полная как-то, короче, но полнее вот как-то вот так. Спасибо, Илья. Илья, следующий раз у меня просьба, вы же умеете свою фамилию писать, что-то ее не стали писать. В следующий раз, пожалуйста, спасибо за вопрос и за комментарий. Сергей Анатольевич, фамилия, я тут не вижу, очень длинная очень получилась. Пожалуйста, ваш вопрос. Не слышно, Сергей Анатольевич, пожалуйста, ближе к микрофону. Меня совсем не слышно или не слышно просто? Очень плохо слышно, что-то у вас не то со звуком. У меня вопрос вообще был к Леониду Эльбековичу следующий. Когда-то я пытался найти таблицу с его феноменологическими данными, у меня не получилось. То есть как бы к Анатолию Ивановичу я присоединяю, что это очень важно. И вот если можно, можно присоединить к файлам, которые вы будете выкладывать по этому семинару, таблицу, в которой максимальное количество вот этих соменологических данных выложено и статью какую-нибудь, чтобы можно было ссылаться к этому. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что Рускоев на это также ответит. Друзья, больше вопросов я вижу и выступлений нет. Если позволите, я тут несколько слов хочу сказать. Не задавая вопрос, потому что я их могу просто в общении Леониду Ирбековичу задать. Мы довольно часто с ним общаемся. А, Бычков вопрос имеет. Володь, пожалуйста, твой вопрос. Володь, включи микрофон, пожалуйста. Да, слушаем тебя. Я давным-давно наблюдаю развитие работ Леонида Ирбековича и вижу следующее, что он находится в рамках своей постоянной парадигмы. За то время, которое произошло, порядка 30 лет, появились парадигмы, которые говорят о том, что есть понятие о физическом вакууме или эфире, в котором все, что говорит Леонид Ирбекович, например, срыв проволочек. Это будет означать, что изменение, существенное изменение физического вакуума. Отнюдь не поиски того, что уже было сделано или еще что-то. то есть принципиально нового подхода на основе более глубокой физики, согласно которой даже закон сохранения заряда, который Леонид Ирбекович, он следует только из уравнений гидродинамики. Он совершенно не несет фундаментального свойства. И поэтому я бы хотел поревзывать Леонид Ирбековича при анализе всего, то, что он сделал, посмотреть по сторонам. Может там в эфиродинамических моделях есть нечто такое, до что он вообще не обращает внимания. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Бычков. И я вижу Пархомов. Еще что-то хочешь сказать? Да, Саш, пожалуйста. Да, ну вот меня связь все время рвется, и я попробую проскочить, пока она в очередной раз не порвалась. Ну вот, да, речь идет о том, что новый есть путь к пониманию того, почему же не образуется жесткое излучение и радиоактивность. Это связано с принципом Циглера. Это принцип, это что такое? Значит, это если у нас имеется неравномерная система, неравновесная система, то она развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии при заданных внешних ограничениях. Вот когда мы говорим о коллективном характере взаимодействия, это значит, вот, но тем или иным способом взаимодействиям охватывается целый ансамбль ядер. И процесс заключается, процесс трансмутации заключается в том, что просто фактически происходит каким-то образом перетасовка нутлонов, таким образом, чтобы это было энерговыгодно. Ну, смотрите, тут появляется, значит, у нас возникает при этом много вариантов образования продуктов со стабильными и нестабильными изотопами, с возбужденными и невозбужденными ядрами. В соответствии с принципом Циглера неравновесная система развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии при заданных внешних ограничениях. Производство энтропии при образовании стабильных и невозбужденных нуклидов выше, чем при образовании нестабильных и возбужденных, поэтому их образование происходит с более высокой вероятностью. Ну, вот такой вот подход очень интересный, для меня был он такой неожиданный. Ну, вот я немножко написал об этом в последней статье, которая недавно опубликована в журнале «Офмодерфизик», можете посмотреть. Ну, вот, спасибо. Спасибо. Вот, Геннадий Савенков из Киева. Геннадий, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос, и на следующую неделю ответим. небольшой комментарий по поводу магнитных монополий. Вот, у нас тут разговаривают про магнитные монополии, но мы же знаем, что если взять постоянный магнит, разрезать, снова получится диполий. Снова разрезать, снова получится диполь. Силовые линии магнитного поля замкнуты. Монополии есть в электрическом поле, там вот мы видим, что силовые линии напряженности из протона выходят, а в электрон входят. Вот там монополии. А откуда здесь, ну, она считается, везде пишется, что магнитный монополий это гипотетическая частичка. Ну, вот он рассказывал, Леонид Рубекович, по поводу лептонный, значит, у него из лептонов получается монополь магнитный, но если у нас нейтринный является частичкой, которую еле-еле ловят в подземельях баками, то тут, если у него появится магнитный момент, то оно же не будет проходить через землю. Ну, вот что это, вот я говорю, это нарушение, вот это принципа бритвы сидят эти теоретики, придумывают, придумывают, а потом мы тут обсуждаем рассказывают вот эти рассказы, про что они там придумали. Магнитный монополий это абсолютно ересь с точки зрения науки, глупость. Спасибо, спасибо Геннадию за комментарий, но я могу, вот хотя его нет, Леонида Рубековича, но я... Крутое заявление, очень. Евгений, подождите, значит, подождите, я вот в защиту вот этого идеи монополя, хотя я сам считаю, что есть более простые, сейчас скажу об этом, идеи, связанные вот с Леннер, с магнитным полем, но тем не менее, во-первых, относительно нейтрина, дело в том, что вот эта вот высокая проницаемость нейтрина, когда она слабо взаимодействует с веществом, речь идет о нейтрина высоких энергий, а вот если нейтрина, маленькой энергии, холодная нейтрина, о котором уже вот российские теоретики и экспериментаторы очень давно говорят, уже некоторых из них, муронцев, например, их нет уже, вот маленьких энергий, то сечение взаимодействия может быть уже огромным, вот, оно очень сильно зависит от энергии нейтрина, это экспериментально установленный факт, для температур примерно вот вакуума, космического вакуума, там 2,73 градуса, там сечение взаимодействия может быть просто фантастическим, поэтому вот это вот противоречие, ваше противоречие снимается. Теперь относительно того, что разрезать магнит, пополам получится опять магнит, это верно, Геннадий, это верно, если считать, что магнит получается, магнитное поле получается, например, из петли тока, вот петлю тока, когда вы начнете резать пополам вдоль оси петли, то вы опять петлю тока получите, это верно, а вот если предположить, что магнитное поле состоит из двух зарядиков, аналогичных электрическому, но расположенных на некотором расстоянии друг от друга, то это возможно. Тут нужно просто немножко как-то поработать со своим представлением об этом эффекте, о монополе. гипотетическое. Это, это, такого никто не наблюдал. Геннадий, Геннадий, ну я же вас слушал, подождите, подождите, меня дослушайте. Вот это, тем не менее, идея такая, возможно, хотя я сам считаю, что есть гораздо проще идеи, но ее отбрасывать тоже не следует. И я объясню, почему. Потому что природа так устроена, что если у нее есть возможность что-то реализовать, то она это обязательно сделает. Обязательно сделает. Хотя будет там процент какой-то невообразимо маленький, но природа это реализует. Ну и у меня еще одно замечание свое личное, но я вижу, что тут Чижов что-то хочет сказать. Володя, пожалуйста. Включи звук, пожалуйста. Ну у меня вот какой вопрос. Даже не вопрос, а постановка. Значит, вот Леонид Рубегович сказал по поводу Росси. Ну здесь я не согласен с тем, что как можно за два месяца наработать большой процент изотопов. Вот что меня здесь смущает. Если он говорит, что 30 лет должен работать его генератор там или 15 лет, вот, то сделав за три месяца изотопов, у него даже не один масс-спектрометр самый чувствительный, даже до 10-8 не возьмет. То есть, ну сами считайте, что допустим 10-22, 10-23 у него там атомов и там сколько у него там реакций. При его выделении энергии это вообще мизер. Там если 10-11, 10-12 у него будет этих реакций по концентрации, то не возьмет масс-спектральный анализ. Поэтому здесь, я не знаю, скорее всего, подтасовка. А вот то, что Леонид Ирбекович, конечно, много провел экспериментов, и эксперименты у него очень интересные. Дело в том, что у него идет взрыв. Вот я с ним разговаривал. у него идет объемный процесс. Понимаете, у него там Романова Вера, она показала очень скоростную съемку, как взрываются вот эти проволочки. Они тоже занимаются этим. в Фиане. И она делала доклад у Бучкова Владимир Ирбович. И она показала, что там страйпы работают. Плюс у нее там токи они определили по поверхности идут. Так если взять отдельно каждый страйп, то там напряженность поля будет очень высокая. И у него идет именно объемный эффект. И поэтому у него изотопный состав может быть действительно сильно меняться. И мы встречались, разговаривали, и я убежден, что да, у него изотопов действительно много. Даже не изотопов, а других элементов. Что касается монополий, чисто теоретически если у вас есть количество стоков, столько же сколько выхода, то он может существовать. Но я себе не могу представить, как магнитный монополь может замкнуться сам на себя. Хотя он как диполь замыкается сам на себя. А чтобы так сделать, что плюс и минус, и потом еще мы плюс и минус ставим, они отталкиваются. Ну ладно, это может быть теоретически все-таки может быть показано. Но вот мы разговаривали по поводу теории, которые я использую бараново изотелепина темного водорода, мне кажется, она очень, так сказать, какая-то удовлетворяет тем условиям экспериментальным, которые идут. Но почему-то, так сказать, конечно, знаний по ядерной физике и по докладу, конечно, доклад очень мощный, очень много литературы, очень много истории было сказано. Конечно, он специалист в этом деле гораздо выше, чем я. Но вот объяснить, почему два с половиной года работает мой реактор, конечно, он не сможет. Это понятно. И, в общем-то, у него же тоже остаточный так сказать, типы радиоактивности. Это странное излучение идет. И оно действительно есть. И мы говорили об этом. Ну и потом вот по странному излучению. Вот с магнитным полем я показал, что оно как-то интересно работает. Уходит в сторону. Ну а почему оно идет по поверхности, мне здесь, в общем-то, понятно, если использовать вот опять-таки модель кластера темного водорода. Он имеет очень маленький размер, но очень длинное состояние. И когда он входит в какую-то аморфную среду, а что такое аморфная среда? Это замороженная жидкость. Это где нет порядка, есть только первый порядок. Вот на первом слое три слоя вы еще можете найти какие-то порядки, а потом их просто нет. И у вас происходит торможение. А раз торможение магнитной связки пошло, я показывал это на примере шариков таких длинных, которые я в снег кидал, у вас происходит торможение. И это торможение приводит к образованию кинетической энергии. В последующих она у вас идет торможение, у вас получается клубок. А если это все еще вращается, то у вас естественно происходит типа может быть и химическая тоже, магнитохимическая реакция, не исключая этого. Но если бы это химическая реакция была, тогда бы цвет изменился в нашем детекторе, но этого же не происходит. Мы видим наполнение, воздушное наполнение данной среди. Что касается стекла, если поликарбонат плавится, но при 150-180 уже он хорошо плавится, он совершенно спокойно плавится. А вот со стеклом и кварцем, который даже показывал, сейчас вспомню, который у Рускоева делал анализ крови, как его пряхин. Да, пряхин, да. Даже на кварце, представляете, кварц, 1200, температура плавления, ну не плавления, а размягчения, 1300, температура размягчения, и там мы видим точно такие же следы, как на стекле. Но у стекла температура размягчения 400, 500, 600 градусов, ну даже 450, вот так вот будем брать. Там 1200 градусов размягчения на кварце. И мы видим вот такие вот рваные треки, то есть как будто буром прошло вот это вот все. Но при этом это аморфная среда. Аморфная среда. А кристаллические вещества я вам показывал, и на железе показывал. А вот на магните нет ни одного трека на магнитной поверхности. Все в сторону ушли. Все ушли в сторону. То есть загадка есть, загадка интересная, над ней надо работать. И я думаю, что массоспектральный анализ, если сделать по моему реактору, который два с половиной года пролежал, очень интересные данные можно получить. Я думаю, что мы со временем это сделаем. Может быть с Валерием Николаевичем, может быть с Климовым Анатолием Ивановичем. Это очень будет интересно. Плюс тот же самый контейнер, другого плана, который более интенсивно работает. Можно поместить масс-спектрограф и ничего не делая, а посмотреть, куда в магнитном поле полетит это странное излучение. Где он на пленке будет? Имеет он заряд или нет? этот кластер? И что это такое? То есть вопросов много. Так что вот мое на этом я хочу ответить. Спасибо, Володь. Спасибо. Дмитрий Голованов, Дим, быстро, если пожалуйста. Быстро, я вообще-то хотел долго поговорить. Насчет Кулоновского барьера, сейчас я немножко изучаю вопросы, теорию. Считается так, что если заряженная частица не принимать ее как точечную, то поле электрическое может не иметь сферической симметрии, а оно может иметь симметрию допустим Тора. И возникает вот такой проход узкий допустим севера с юга в который можно просунуть любую заряженную частицу такого же знака и не встречая сопротивления. То есть возможно существуют какие-то особые положения вот эти особые дырочки в которые если правильно попасть то произойдет ядерный синтез. Это первое. И второе значит наверное существуют какие-то способы поляризовать целую кучу целые там ансамбли рядом расположенных атомов таким образом чтобы все они были ориентированы одинаково и соответственно они сразу могут одновременно прореагировать большое число атомов и может возникнуть особая геометрия поля которая называется магнитный монополь можно назвать его еще как-то оно может быть некое макроскопическое вот и вот это сильно перекликается с теми разговорами с Валерием Николаевичем с которыми мы разговаривали вот этот спин ну в общем пока я больше ничего не буду говорить на эту тему мне сложно об этом говорить вот все что я хотел сказать спасибо Диму Дмитрию Голованову у нас аудитория катастрофически уменьшается ну уже 32 было 49 человек максимально но тем не менее еще очень много значит вот я два слова хочу сказать в заключении смотрите во-первых ну у меня вопрос вот к Леониду хотя я действительно могу по телефону ну пусть он попробует ответить а чем же Диполи-то не нравится вот почему не попытаться все те же самые процессы которые пытаются объяснить с помощью монополий объяснить с помощью Диполий это прекрасно можно будет сделать Диполи также создают магнитное поле реагируют на магнитное поле тоже они правда всего-навсего поворачиваются если поле однородно но однородное поле создать практически невозможно поэтому Диполи прекрасно двигаются в градиентном поле ну чем Диполи не подходит вместо монополий не очень понятно вот эту вот эту опцию надо бы рассмотреть и быстренько я хочу вот о чем сказать собственно самое главное но к сожалению времени совсем мало но смотрите вот если мы вспомним как Бор строил свою модель атома то он на основе данных вот по Резерфордам о том что там какая-то центральная какая-то есть точка где основная масса сосредоточена и так далее то он выдвинул несколько гипотез вот тогда это было начало 20 века очень как бы плохо знали что-то про электрон электрон недавно к тому моменту открылся 20 лет назад всего открыли электрон если не 15 лет назад он выдвинул там 2-3 постулата так называемые Бора один из них о том что электрон когда двигается вокруг ядра то рассматривать его как механическую систему и совсем не интересоваться его электродинамическими свойствами электромагнитными свойствами и второй постулат это вот он электрон двигается по орбитам которые значит квантуются вот с помощью постоянной планки ну деленной на 2пи вот вот эти два постулата позволяют построить модель обратите внимание ни в первой модели ни во второй ничего не объясняется а просто высказана мысль как это что нужно сделать чтобы получить правильный ответ вот вот этот путь по сути дела по сути дела предлагает предлагали 20 лет назад уруцкоев и филиппов я бы так сформулировал первое нужно забыть про перескоки протонов и нейтронов туда-сюда вот про эту идею просто забыть вот сегодня опять об этом говорил Пархомов нужно эту идею отбросить ничего там не перескакивает протоном или нейтроном тяжело тут перескакивать а просто а вот бета распад вот причем в связанное состояние вот это может быть почему коллективный ну вот здесь вот я не знаю может быть это еще значит итак про протоны надо забыть бета распад но в связанное состояние или к захват вот в связанное состояние то есть лететь опять же никуда не надо вот причем здесь коллективность честно говоря ну для меня пока еще некоторая загадка так вот если сформулировать вот такие необъясняющие но лимитирующие процесс постулаты то это даст путеводную нитку нам для движения вот как Паули сказал не может быть двух электронов на одной орбите вот что-то такого типа должно быть сказано написано что мы вызубрим и дальше нам будет проще искать уже ну такие более глубинные более фундаментальные объяснения друзья спасибо за сегодняшний вебинар он был очень наполнен слушателями и я думаю что всем понравился доклад хотя немножко он старомоден тут кто-то писал но тем не менее вот эта старомодность она тоже привлекательна потому что вспомнили вспомнились основания дела которым мы занимаемся следующий вебинар у нас через неделю всем спасибо за внимание я после того как обработаю рекорды я всем вам это разошлю спасибо до следующих до следующей недели спасибо до свидания и с завтрашнего дня до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...